Друг друга никогда не видели, не знают. Готовясь к окрещению, мы представим этих людей. А вы, когда будете говорить о себе, называете, как у вас тут написано, место, откуда и все остальное на вопросы. Так вот мы, не теряя времени, быстро ознакомимся. Батюшка назначал время, в два часа прийти. Вчера пришел и сказал по-другому, у него там больной инсульт, и он ездил в район, и может снова быть вызван, не знаю. Но он сказал, как только заканчиваете, сразу здесь переходите к нему, у него сразу ваша исповедь будет здесь. Попросите Бога в памяти ничего не сокрыть. Вот спрашивают иногда, вот я ходил на исповедь, то другое исповедовался. Мы сейчас говорим о том, что Бог дает. Вот у меня одна спрашивает, так что заново мне исповедуется во всех тех грехах, в которых я исповедовалась? На нее это разрушительно подействовало, что я сказал. Она больше никогда не пришла и почти восстала. Я сказал два варианта. Один вариант такой, что ты после исповеди, когда была, больше не делала грехов, это прощенное, нечего нет. Но ты думаешь быть здесь, ты же Барнаульская, и пойдешь на исповедь, священник это врач. И когда мой лечащий врач, вот он умер, а он пришел, он не знает, мои болячки, сколько раз я на операции был, я ему должен все рассказать. А он вот сидит, это буквально врач, краевой больницы, Яковлевик Викторович Андреевич. И поэтому ты можешь говорить, можешь не говорить. Но по всей вероятности человек этот понял так, что надо исповедоваться от рождения. Ничего в этом нету. Перед всей вселенной мы будем стоять. Наша жизнь будет открыта от рождения до последнего вздоха. Как земной шар от первого человека и раньше пройдет перед человеком, как кинопараннорама, до последнего поворота. Так что мы верующие, нам нелегко об этом говорить. Да ты такой, такой, я еще хуже. Вот у нас одна сестра, ее вызывает в КГБ. Ну и начинает, и говорит, она крепко стоит. Некоторые ее знают. Шитикова Валентина Афанасьевна. Ну и если не так, мы можем про вас такое рассказать. Это сотрудник говорит. Она обо мне? Тогда она остановилась прямо. Он то ли ее провожал, то ли наказывал. Итак, а вы знаете, кем я работала? Ну, знаем-то. Я была проводицей. Супруга всего мира. Его про меня ничего не может рассказать, кроме того, что было. Я сейчас буду кричать. Я блудец и сблудец. Но вещи чужой не брала. Застиранная, не стиранная, не предлагала новым, которые заходят, деньги взять. Да нет, нет, Валентина Афанасьевна, мы просто сказали. Все, больше ни разу. То есть знать надо, как сказать. Меня этим пугать не надо. У меня точно такая же ситуация была. Я говорю, сейчас только выхожу на... Только выхожу, я сейчас буду кричать. Что? Да нет, да что вы. Да это просто я так сказал. Надо разговаривать, когда за тобой ничего нет. А когда есть, тебя сразу прищищут. Мы спрестали перед Богом. Болимся. Боже, милостью, будь мне грешену. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня, грешен, и помилуй. Любящий наш Отец Небесный, мы просим тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, пребудь с нами в этой беседе. Только ты знаешь внутреннее человека и совесть его. Освяти всех нас Духом твоим святым. Чтобы истина твоя не была поругаема через нас. Ибо ты сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Положи нам на сердце. Исполнить волю твою, как должно. И сердце священника сделай прозрительным, строгим, внимательным. И служение его огненным. Благослови нас, Владыка. Имя твое святое и дела твои дивные будут прославлены и в этот час через нас. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садитесь. Вы ищите приходского совета? Сокровно-приходского. С вашего позволения. А? С вашего позволения, милости вы государь. Так. Вот член Сокровно-приходского совета. Вот они будут задавать вопросы. Кто? Людмила Степановна Алфимова и брат Севастян. Баба. Юрист, врач. Не последнего уровня. А для чего это? Документы. Потому что составляем. И документы эти, образно говоря, они не умрут в этот день. Как это лупы, если не горят. Может быть и так. И деревенские. Андрей Владимирович Устинов и Игорь Валентинович... Глушков. Ну, представьте себе. Глушков. Деревенских у нас больше как будто никого и нет. Да? Или еще кто-то есть? Двое. Третий старостан занятый где-то. А остальные... Сами себя называете. Просили первым делом рассмотреть барнаульских. Так, подождите. Сейчас, подождите. Мы сейчас барнаульских посмотрим. С кого насчет? Первое. Называй фамилию, имя, отчество. Громче только. Насколько возможно. Главаищу Халена Александровна. Первая буква? Г. Коротко. Возраст. Самое главное данное. И далее по вопросам. Читать? Нет, возраст, говори. 30-39 лет. Я один раз вопросы засчитаю. А потом только под номерами буду говорить. Вы все писали сами по книге. И так мы действуем с первого дня образования общего. То есть речь идет о третьем десятилетии. И по милости Божьей мы дошли. 412-я страница. Приблизительные вопросы к оглашенным и спрашивающимся. Тебе крещение. Эти вопросы расширяются, судя по ответам на них. По-другому не было. И практика показала, это хорошо. Когда люди укрепляются, они говорят, вот теперь мне задали вопрос, и я увидел. А были такие, которые ответить не могут. Я говорю, кто такой Христос? Хороший человек. Я говорю, примерно как Высоцкий. Ну, не такой, конечно. Ну, а чем отличается он от Блаватской, от Ирельхов? Нету. Так, отойди в сторонку. Зачем ты пришла? Она на год еще раз отошла. И дальше начала узнавать. Ну, вот такой сонный и остался. Больше пяти минут сидеть не может. На любом собрании. Везде готово. Вот в самом начале здесь уже заложено. А другой говорит, как будто бы он выспался. Все, у него есть ответы. И на сегодняшний день так отвечает. Вопросы задавать. Разрешение не спрашивать. Просто подними руку, и махнули тебе рукой, и все. И ты задаваешь члены церковно-приходских советов. Барнаульская, Крестовозвиженская община и Потеряевская, Спятанфимовская. Первый вопрос. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Оба слова с большой буквы. А здесь пишут с маленькой буквы. Троица, Бог, пишется все с большой буквы. С маленькой буквы – это дьявол. Понимаете, какая разница огромная? Написано «Бог века всего», «Бог» с маленькой буквы. Кем для вас является Иисус Христос? Вам вопрос. Иисус Христос – это мой Спаситель, который умер на кресте за мои грехи. Цитарь Троица – это Бог, Иисус Христос Господь и Бог Святой. Я не все слышу, поэтому я доверяюсь твоим. Почему и спрашивайте себе крещение подробно о прещении, когда это желание появилось, уменьшилось ли оно, твердо ли, когда появилось и за это время. Может, что-то увидели не то, да мало ли, какие-то сектанты собираются, мозги пудрят нам тут. Когда я увидела ваши доповеди, у меня в душе вера. То есть вера вам, как человеку, как человеку, который говорит Слово Божие. То есть каждое слово ваше, оно во мне отзывалось, и мне захотелось вас увидеть. Когда я вас увидела, когда я увидела общину, у меня доверие к членам общины тоже возникло. И я захотела стать участником, быть членом общины. Так, вы видели, что сюда в Потеряевку и в Крестово-Дзизовскую общину приезжает местный алтайский-барнурский митрополит Сергий Иваника. Видели? Да. У вас мысли не возникало, что я его зазомбировал, и он что делает, не понимает. Нет. Со священниками приезжают, с сектантами служат, и он все, сана лишен уже сразу. Говорит, не надо бредней пьяных старух собирать. Мы вот здесь подходим, я причащаюсь. Он меня причащает из чаши и просит сказать проповедь в храме. А я это практически-то сана не имею, чтец всего лишь только. И поэтому выстрел эту гниль-то и головы-то убери. Доверься Богу. Еще уж так себя высоко возгласить-то. Мудрее митрополитов и всех. Меня книги наши исследовали уже добрых 15 лет. Последние инстанции отослали Киево-Печерскую лавру. У Дворкина главный сектовед считается, главный развратитель может быть. И нету за 15 лет ни одного слова. А я сам знаю, покажу тут. Ну, сто раз меня можно упрекнуть. Но если по слову Божьему, то ни разу. У меня не было доверия. Вот я как бы жила столько лет, до 39-ти. У меня не было доверия ни к людям, никому. Я даже себе не могла поверить. Я не знаю, у меня, когда я услышала вас, даже случайно какие-то ролики, меня почему-то вот тянуло именно слушать от вас это слово. А дальше. Почему именно здесь решили принимать крещение? Поэтому именно здесь. От ответа. Обещайтесь оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви. Это РПЦЗ теперь называется. То есть это не московская патриархия. И архиерей, который приезжает у нас, метрополит, он произносит патриарха Кирилла, потом нашего зарубежного Милариона, а потом местного его произносится. То есть он приезжает, он знает, что мы не московский патриархат. И он не считает нас ни еретиками, ни сектантами. Так что тут не надо напускать, говорит, туман на пустое место. Четко и ясно. Он произносит, и диакон произносит, нашего первого эра, зарубежного. То, что они там политические игрища устраивают, меня не касается. Я скажу, что 365 приходов зарубежной церкви мгновенно оказались агитпунктами путинской политики. Это у КГБ ни один представитель не имел такого успеха, как Путин Владимир Владимирович. Он сумел подойти, славра с других и все. А там люди-патриоты, они свои люди, опорные точки. Мы должны это сказать. Ну а лишило их благодати? Нет, конечно. И те признали, и эти, и одновременно служат. И приезжает оттуда и Ларион здесь, и с этим, и батюшка Семис вместе тут обоими встречается. И ни один не сказал, вот он не подчиняется, он еретик, и к никакой церкви не относится. Ни один никогда. Так что все остальное Златоуст называет бредней пьяных старух. Второй вопрос. Какие нарушения в религиозно-нравственном отношении были за время вступления в число оглашенных? Тебе вопрос. Вот я не понимаю этот вопрос, какие нарушения, но за собой нарушения. Тут вот какое еще дело. Это все составлено было тогда, когда у нас шли занятия в университетах, школах, милиции. А сейчас этого нет, и поэтому тут надо делать такое снисхождение, как буфер поставить. Некоторые даже только пришли сегодня. Пришли, а мы не были никогда на занятиях. Даже которые в церкви и те не посещали. Но мы должны рассмотреть заявление. Если тяга есть, ты каким-то образом будешь восполнять, что тогда у нас было. А мы готовили тогда 4 года, а это 500 часов академических. От 3 до 5 лет. А которые ходили в церковь, знаете, несколько месяцев. И были те, которые, все у них есть. Призавец и романах. И романах. И мы, какие вопросы? Он потому и пришел, что понял, не крещеный. И священник добавлять будет, а еще не крещен. То есть он вам доверился. Это 84 правило 6-го и 7-го собора. Если нет достоверных свидетелей живых, немало не сомневаясь, прими полное погружение к крещению. Мы действуем по этому правилу. Дальше. Ивна Тимович, можно? Пока оставим это все. Оставит пока. Сейчас вам говорим. Я хотел сказать, что она не поняла-то почему. Она на всех занятиях была и по скайпу на всех занятиях. Ну хорошо. Это нет. От меня отрываете. Пожалуйста. Обещает, если оставаться членом святой российской православной свободной церкви. Так, внимание. Вы отвлеклись. У нас здесь вопрос прямо стоял. Некоторые думают так. Я сейчас пришел, а вот которые у нас сидят люди, мы сейчас ничего с них не просим. Это была другая ситуация. Резкая стояла грань между патриархией и зарубежной церквью. Не признавали друг друга. А сегодня этот этап уже пройден. Но где ты будешь? Речь о членстве церкви остается точно так же. Которые пишут на заявление на крещение. Это как бы неправильное слово, но подразумевает, что он будет и членом нашей общины. Он ходит. Почему? Ребенок только родился и просто его выбросили, где с ним никто не занимается. Это абортированно называется. В роддоме его кахают. И вот мы все время занимаемся этими людьми. Отвечаем на вопросы. Тобой там никто не будет заниматься. Поэтому вопрос этот самый остается. Будете ли членом? Если здесь, то это один вопрос. В Барнауле Хрисово-Звездовской общины. Тут второе, третье заявление прямо подает в общину. Напишите потом. С нашей стороны должно быть все сказано. Дальше, когда будем говорить, мы только первый вопрос разбирать. Дальше не будем разбирать. Это и так понятно. Просто скажите, я согласен, согласен. Соблюдали ли посты среда-пятница, последний Великий пост, целиком ли готовились и постились? Нет, Великий пост не соблюдала, потому что я пришла, когда он уже закончился. А после того, как я к вам пришла, да, я соблюдала посты среды-пятницы. Сейчас соблюдаю посты. Ну, дальше тут вопрос будет. Дальше вы обещаете соблюдать посты? Да, да. Святая Православная Церковь, любящая мать. Повторяю, и она плохого нам не посоветует. Посты строжайшие обязательные. А я нарушил на два года от церкви отлученную. Два года. Из них одну четверть этого времени, полгода, ты должен стоять на улице. На четыре ступени разбивает. Это все по канонам церкви. У нас в коридоре висит эта дисциплина. И почему, и как. Ну, здесь тоже такое объявление. Третье. Объявили свободу во Христе Иисусе от домашних своих, от родителей, от супруга, соседей по работе. Всегда посещать богослужения нашей церкви. Не менее двух раз в неделю, в субботу вечером и в воскресенье на ритургии. Обещаю. Вот у нас есть, которые писали заявление, они ходят. В субботу нету. Раз я садил, два. А теперь это закон. Приезжают сюда, у них родственники, и здесь не ходят. Чем занимаются? Дождь не ходят? Ничем. А теперь, когда начинаешь беседовать, там столько в душе, бывает незначительное, нерелигиозное. Был один такой, земля плоская, вот как тарелка, неземной шар. Но знаете, такая цепь лжи потянулась, а там этот славящий, беркульский, святой, чего только не было. В вопросах ЧИПа, в вопросах паспортов, все ответы дало церковное руководство патриархии, притом правильно. Я ссылаюсь на это. За подписью патриарха Кирилла, Алексея. Что эти, которые сегодня паспорта выдают, они тебя от Бога не уводят. Но никого не принуждать брать. И никто друг друга не зазирает. Один взял, а другой не взял. Ну электронные паспорта. Свободный выбор. Но ты должен знать, это все приближает Антихриста. Если не тогда, то когда? Вот есть такой храм в Москве, на Берсеневке, 200 метров от храма Христа Спасителя. Там Сахаров и Гумин, отец Кирилл. И он звонит, говорит, опять насели землю, там надо приватизировать или что-то как-то. ИНН, что делать? Он единственный храм на всю область московскую, который не принял ИНН. Вот не принял и все, а у него образование, академия духовная, все, он не заблудший. А звонит сюда, я говорю, отец Кирилл, если можешь, упрись еще, пример дай нам. Прошло и опять пронесло. Уже лет, наверное, 8 или 10 так. Так, насядут, ну если никак нельзя, ну тогда и прими, это не смертельно. Но нам нужен всегда пример. А у него-то бывает патриарх приходит служить, сердский был, и каких только не было. Он очень талантлив, он в Союзе Писателей состоит, этот Кирилл. Вы имеете это в виду, когда будете в Москве, посетите, поклон передайте. Прямо на этой стороне от храма Христа Спасителя, 200 метров всего. Дальше. Свободу обрели, над вами никто не будет командовать. Всегда ли вы ходите из храма, привозгла себя оглашенно, изведите, вот завтра будет. Может раньше не выходили, надо выйти. Обещаетесь ли сохранить всеми силами свободу во Христе, во всем, и особо на посещение богослужения. Это не означает теперь, хотя обстановка изменилась как-то, какое-то отношение, тогда никак не признавали патриархию. Ты где-то уехал далеко, вы все имеете патриархийное, это равнозначно. Вы патриархийное, оставайтесь там, где бываете. Где вы там, вот вы в Казань, там, да? Да. Некоторые еще дальше приехали, вот из Катеринбурга, из Кемерово. С Кемерово. Это приехало, знаете, откуда? Откуда? Из Ливана. Ливан. Где-то. Сирия граничит с вами? Да. Подальше Кемерово. Да. Нет, а Наталья откуда? Я из Германии. В Германии. Понятно, и она с Сирией очень связана, муж сириец. И у них там нет никаких других церквей, православная, патриархийная. Посещать, а если патриархийных нету, ну, греческую, православную. В Сирскую ухожу. А не так, что запретили, в румынскую нельзя, в румынской православной. Во всем мире православная церковь настоящая. Ни еретических нету, ни зарубежной, нигде. Даже те, которые отошли, вот Пашковский здесь есть, в этом, Агафангел в Одессе, от зарубежной церкви, которые не подчинились этому акту о каноническом общении. Пасечник в Омске, Тихон. И у них все законно рукоположение. Антоний Орлов, тот остатки зарубежной церкви, он их возглавил и стал митрополитом. Я у него на квартире жил в Лос-Анджелесе. Это все законное. Хотя другие будут говорить незаконное. Закон о рукоположении. До апостольских времен. И какие вопросы будут, будем там отдельно разбирать. Не спешите со словами еретики, раскольники и прочее. Обвиняли за рубежную церковь? Раскольники. Как только подписали, не раскольники. Ну, хотя старое-то помяните. А это, давай считай, яква не бывше. Я как будто не было. Старобрядство кляли-кляли за то, что у них два перста. А сегодня равноспасительное. И не как-то служит Алфеев, митрополит, с Кириллом. И вся форма, все по-старобрядчески. Но не единоверчески. Именно патриархи ины. То есть времена меняются, и Господь как-то просветает мозги. Вера в душе, когда я в душе верю и хожу, это смерть. Она есть неприкрытое отречение, от спасения, от движения вперед-вверх. Со всяким страхом покончите сразу. Выносите на обсуждение в общине, что делать. Где быть? Далеко у нас ездить ночевать, своя маленькая гостиница. У Надежды Васильевны ночевать. Вот эти вот. Вот они лежат. А Нессера нету? Они когда у нас бывают, вот они, мать умерла. Ну вы останьтесь. Ночуете, они где-то там за городом живут. Штабки где-то или что ли. Нет домой. А утром пурга не смогли. А тут накормят. Ты у своих людей утром встал, никуда не идти на богослужение. Притом мы берем заботу о них. Продуктами снабжать и всем, как есть. Раз он член общины, мы обязаны, это единая семья. Издалека членом общины был только два человека. Сергей парализованный, Козлов с матерью. Подали заявление о приеме в эту общину. Парализованный. Разобрали, все положено, как и приняли. Четвертый вопрос. Твердо ли обещаетесь исполнять написанное в Библии каноны соборов, книга правил, устав нашей общины, церковную дисциплину в 12 пунктах? Обещаетесь ли, пятый пункт, быть живым свидетелем о смерти и воскресении Христа, приобретать души для Христа, для Царства Небесного? Обещаетесь ли? У нас, видите, необычность какая? Не столько необычность, а ненормальность. Мы сразу приняли, к себе никого не звать. А вот крещение, когда, вот тут вход. И где бы мы ни проповедовали, всех до одного направляем к храмам Московской патриархии. То есть собрать, может, тысячи храмов уже наполняли. Ну, потому что такая миссионерская большая работа была. И для патриархии это вообще непонятно, как так? Вы же многое у нас не признаете. Я не признаю безобразие. Вот это торговля, крещение, всё за деньги. Крещения нет. Я не признаю безумия. Мы всё признаём по канону. Дальше. Живым свидетелем быть, да? Проповедь, свидетельствуем и жизнью, и словом. Везде тайно и явно. Возьмут в больницу у вас или где-то. Евангелие с собой раздавайте, ходите врачам говорить. У нас вот бабушка тут через дорогу, 93 года. Ну, она операция была лет 90. Так хирург другим говорит. Вот, говорит, дали пациентку. Я, говорит, я операцию делаю, а она мне о Боге говорит. Не Анила была тут в больнице, мама вот Игоря. И она там, я, говорит, говорила о Боге им. Мы стараемся литературу дать. Вот таким будьте живым. Для православных это очень необычно. Шестой пункт. Разрешили ли свой семейный вопрос? Зарегистрированы ли? Если да, то супруга является законным. И до смерти его или её не имеешь права соединяться другим. Не состоит в законном рамке. Я думаю, уже понятно тут. Если кто не понимает это, советую Яна Каменского прочитать ярмарку суеты. А он, Ян Каменский, считается отец мировой педагогики. Его выпускали в советское время. Относительно женитьбы, это Крейсер Рассаната Льва Толстого. Тебе мозги вправят. Седьмой пункт. Ваше отношение к людям с двойным дном. К наушникам, сексотам, разглашающим тайну. Грех Иуда устрашает ли? Вопрос. Пишите ли стихи, рисуете ли? Не пишу стихи. А зачем спрашивать? А затем, кто-то отобразится на творчестве. Что ты изображать будешь? Как один тут журналист ездит. Половину жизни отдал секс, индустрию распространял. А сейчас молитвы развозят. Еще. Что и как рисуете? На какую тему? Слушаешь ли сатанинскую музыку? Там тяжелый рок и прочее. Вообще музыку не слушаю. Ну музыка хорошая есть. Я не специалист, но могу назвать даже хорошая. Страсти Христова Себастьяна Баха. Органная музыка. Это вообще божественно. Дальше. Ведешь ли дневник? Никогда. А вот дневник я посоветую каждому вести. Вы будете к нему обращаться. Вот сегодня, где бы ни было воспоминания о войне, и берут воспоминания дневники Гальдера. А он был даже штабист. Там генерал-полковник. И все записывал, потому что у него все сведения были, как-то отступали, по какой причине. Опять Гальдер. Дневник. Сделал его известным на весь мир. Веришь ли с нам, приметам? Здесь тоже неоднозначный ответ. Нет. Сон бывает трех видов. От Бога, от дьявола, от переедания и забот житей. От Бога только один сон. Когда видишь крестное знамение, крест изображен. Прямо крест. И там что-то свершается. Сто процентов. Сатана крест показать не может. А что именно? Не толкуй. Если есть духовник, побеседуй с ним. Не прилагай сердце. Но Бог тебя предупреждает от чего-то, чтобы ты не попал в просаг. Так. Норма ли по времени на сон? Не более семи часов. Вставать рано. Во сколько хочешь ложиться, но вставать всегда 4,40. Такой порядок у нас. Подбирайся к этому. Желание будет и выполнишь. Я скажу, что поднять его рано, это один из таких коронных столпов, которые помогли мне выжить в тюрьмах разных. Подъем в 6. Я всегда в 4. Я молил, просил ангела. Ровно минуту-минуту меня ангел поднимал. Ни разу не проспал. Охранники, говорит, часы сверяли. Буквально секунды. В окончик он. Вот, говорит, лег, ту руку положил. Не шевелится. Сейчас, смотри. Часы только. А там не звонка. Огонь горит. Все время смет. Почему? Я молился об этом. И Господь, вот, как будто мелочь. А через эту мелочь, Господь, что сделал? Сколько людей там пришло, обратилось к Богу. Дальше. Какая трата на еду, чтобы лишнего ничего не тратить? Ну как, вот у меня на квартире живут 3 девушки. Сестра учится, я, и к ней прилипились, но жить-то негде. Там готовят в общежитии. А у меня они готовят, у меня продукты, все есть. По милости Божьей, за всю жизнь, за квартиру не взял ни рубля, ни с кого никогда. Но условие одно. Встаем вместе. Деньги тогда были, у меня 72 рубля. И на питание 25. Все вкладываем. А вот сэкономили, мы эти деньги в десятине все подгребаем. И поэтому у нас милостыня очень быстро росла. А куда вы ее девали? Вот, научитесь благоразумие. У нас был человек один, и он отошел. Уехал. А потом вернулся и к нам в общину. Нет, подожди, Саша. Сколько лет тебя не было? Пять лет. А работал на золотых приисках. На большой, как их называют, машине. Драга. Драга. Ну что-то такое. Заработки были очень хорошие. Десятину не платил. Ты можешь подсчитать, сколько? Тут свободно. Он подсчитал. И деньги есть, есть. Как раз столько, сколько он унес. Ты можешь их снять, отдать? А почему нет? Он перед всем. Все, забирай деньги. Тогда примем. Деньги бери. Я не прикасаюсь к ним. И мы идем куда? К баптистам, к отделенным. У них тайна в подполье. В Латвии печатают Библии. И мы им на сто процентов доверяем. А на них написано, продажа не подлежит. Ты понимаешь, как нас Бог благословил через это? Через мои руки после этого прошло Библии, вереницы. Во все прокуратуры, в отделы милиции, в университеты. С полными рюкзаками Библии приходил. Отовсюду идут Библии. Мы сделали выход. Деньги, которые не пропали. Ты доверяешь этому? Ну там, Фессен, вам кажется, он сидел в том же лагере, где я, в Жанатасе. Присвитер. Так вы баптистам отдали? Нет, я Богу отдал. Богу. Через баптистов. Дальше. Какая трата на еду? То есть уменьши. Максимально. Вот в городе вы, и у вас что-то нет. Вы ко мне обращайтесь, если есть желание, продукты какие-то. Я смогу поделиться. Но у меня еще вот какие-то люди, которые явно должен дать им. И мы, уезжая из Потерябки, остатки всего всегда развозим бесплатно. Так что, имею в виду, нам не ущерб. Почему? Это не наше. Нам помогают. Люди, которые нам доверяют. Один раз только обратились мы, какой-то военный депутат Макаров. А сколько надо? А меня там не было, не сказали. Неделя проходит, пять тонн продуктов приводят. Тонн! Я тут деревню надо кормил все время. И овсянки. Еще только не было. Вот как Бог делает. Надо предпринимать, чтобы покушение. Стреляли. У нее иконка была, пуля попала прямо сюда. И она уезжала в Германию и заехала сюда и завезла. Ну, завезла то, что нам не надо. Шоколады разные там, ну, масло сливочное. То есть, все такое. Нам нужна такая пища, чтобы можно было стряпать. Горох там, все такое. Это Бог дает таких помощников, о которых я не слышал даже, а не слышали. У нас насос работает, четыре лодки от РТИ помогали. Знают, что мы ничего ими никогда не отдадим. Я хвалюсь просто милостью Божией, которую хвалящееся хвалить Господом написано. Так, упражняешься ли постоянно в милосердии, подаянии милостыни? Да, в милостыне. Ну, постоянно как? А кому дать? Да. В общине как хорошо. На нас идут сведения. Приехали с Украины, беженцы. На самом деле беженцы. Ну, хорошие или нет, мы-то не знаем, а мне не дано знать. Нам сказали нуждаются. Мы сразу загрузили на машине. Это килограмм сто рожек. Ну, как лапша, как лакароны. Растительная масса, там литров по пять. Это все нам давал кто-то. Дальше. Ухаживаете ли за больными? Хорошие вопросы? Дальше. Ну, посещаете ли больных? Участвуете ли в похоронах, в поменках? Порвали ли с вредными, безбожьими друзьями? Тут надо рассмотреть. Не любите мира, не того, что в мире. Глаз соблазняет, вырви и брось. Речь идет о недобрых друзьях. Толкование дается. Вы имеете в виду, мы под номерами будем говорить, вы сразу отвечаете. Считать один раз, прочитать надо. Девятое. Так, восьмое. Выучили ли, Отче наш, верую во единого Бога Отца, достойно есть всякого истину и Богородица? У нас веруя считается и в Духа Святаго, Господа истинного. Это было всегда. А сегодня ее выбросили. Но когда у нас служат архиереи, всегда считают. Как? Что, Дух Святой не истинный? Бога истина от Бога истины, а до Духа Святого дошли, Никон выбросил. На каком основании? Понятно. Вообще никак. Тебе это понятно? Еще не понятно. Это было, тем более. Сергий Радонежский молился, Антоний основатель, монашество молились, и вдруг, на, нету. Дальше. Обещаетесь ли слушаться, подчиняться своему духовному отцу и наставнику во всем, что касается спасения? То есть, священник исповедовал, сказал, через кого уверены, родились, советуйтесь. Но каждое слово проверяйте. Смотрите, вместо пастыря не изберите волка. Иоанн Златоус говорит. Поэтому доверяться надо только через Слово Божие. А то вы под себя подминаете, говорит. Готовы ли советоваться, обращаться к нему за разъяснением, поставить под карантоль все свои поездки? Я за этим смотрю. Поездки. А зачем? А мать наша сказала, вот приедет, я вам подпишу. Мать подпишет. А кто она? Татарка. Мать подпишет, татарка, христианки. Она христианка нет. Она ничего, заеденного. Она, ребятишек, я, Света, не езди, у тебя денег нет. Поехала, вернулась, но ничего не подписала. Ну, тут помолись, чтобы ответ-то получить. Почему вы слепые-то? Иногда говорят, вот мы на вас говорили, там, сектанты, священники. У вас сектанты нет. Я говорю, ты говорил? Ну, мне так сказали. Не, говорил? Говорил. А ты поднимал руки в алтаре? Поднимал. А кому? Богу. Почему Бог тебе не сказал, что в тебе ложь? У меня вопрос один. Это связи с Богом нет. Ты просто стоишь руками, машешь и все. Ты поднял руки. Господи, я не знаю, что за человек. Открою мне, он тебе покажет, что у меня рога, копыта и хвост. Или покажет, другой не нарастует. А у меня ни того, ни другого нет. Дальше. Поездки. Насчет поездок. Лишний раз никуда не ездить. Если можно, обойдись без них. Тем более сегодня по скайпу можно побеседовать. И вот у нас крестные ходы никаким образом не практикуются. Нет. А я поехал туда. Ну, езжай в Мекку, в Медину съездят. Там тоже празднуют. Десятое. Своими или руками добывайте на пропитание? Руками, а не в компьютер играть. Или все время тянет в коммерцию, в начальники, руководителя. Ну, нет, ни начальник, ни руководитель. Не иметь и от внешних порицания. Не кричать во гневе и раздражении. Все, стараемся. Одиннадцатый. Не надмивайтесь, не провозноситесь. Бойся слова прелесть. Не гордись, что тебе-то все легко, и уже в тот грех не впадешь. Как раз и впадешь. Сиди на горну бороду, а бес в ребро. То есть все в ребро. Ну, женщина, и ребра там взята. Последний раз в Чарльзе Чаплин женился и отцом стал в 73 года. Ну, там можно комедианку еще как-то. Так. Святые отцы советуют никогда не встречаться с теми, с кем имел грех. Особенно плотское соитие. Беги из этой местности. Не ходи и мимо того места. Беги и не оглядывайся. Вот, я хочу вторую жену, а у него было 22, а вторую, чтобы она обратилась. Я буду ей проповедовать. Не проповедуй, брат, не ходи. Черная космическая труба засасывает полностью, и оттуда ни одна электроволна не выходит. Все. Это мы в космосе нашли такие. Дьявол будет искушать мыслью спасти своего партнера-блудника, засвидетельствовать ему. Жалеть его будешь больше себя самого. Беги от таких мыслей. Совместно ли квартира. В одной квартире бывает после развода живут. Дача одна остается. Дело. Дети ли. Все это не стоит разговора, если это несет в себе смерть души. Если несет. А бывает так вот. Четвертая душа Евгения Евтушенко. Поэт. И они вместе съезжали все. И вместе там на природу выезжали с детьми. И он со всеми ладил. А это одна из них ума не приложит. Четыре. Настоящий мусульманин был. Ну не в одно время. Смерть души. Уповай на Господа. Беги от греха, беги прочь. У кого-нибудь было такое желание спасти бывшую блудницу? Пойти засвидетельствовать или блудника? Во. Смотрите. Руку поднял один человек. Значит не случайно мы это говорим. Спасешь ты ее? Дальше. Воспитание детей. Доверься Господу. И все методы воспитания приняты от людей. Если они вопреки Библии, почитай за ничто. У нас с детьми отдельно занимаются. Как могут. Мы распределили. Через четыре недели. Опять повторяется. Виктор. Выведет. Это Игорь Владимирович. Надежда Васильевна бывает. Надежда Александровна Дмуха. Там еще кто-то. Елена. Елена Политыкина. Да. Елена. Елена Валерьевна. Дальше. Почитай за ничто. Не бойся мнений людей. Кто что скажет. Вот это сильно влияет. А на работе сказали. Или где-то. Мать сказала. Ну ты маленько юмора имей. Ну можно как-то сгладить. Нет все уперся. А она мне сказала. Я ее не знаю. Нет. На деле покажи. Кто-то недавно написал рассказ такой. Ну такой рассказ хороший. Как дочь впала в ересь. Сектантом ушла. И вот говорит. Приходит. Теперь. Какие-то картинки наставила у них. Какие-то шлемы космические на головах. Это описывает где-то. Есть не стало. То можно и одну капусту есть. То только мясо. В какую-то секту попало. И говорит. Что есть духовник. Какие-то душистые вещества приносит. Дым напускает. А речь идет о православии. Она уверена во Христа и отошла. Ну видите. Анекдоты уже пишут. Над нами смеются. Нам кого обвинять, когда мы это и есть. Дальше. Раб чужого мнения не угоден Господу. Желаешь обелить себя в очах Божьих? Позволь очередить себя в глазах людей. Понимаете. Это святыецы все говорят. Мнение людей неверующих. Это то же, что крик вороны. Жужжание жука, писк комара. Святой Иоанн Златоуст. Если работа греховна, перемени ее. Уйди из учебного заведения. Если работа будет не по Евангелию. Вы согласны со всем? Нет. Так, вопросы? Давайте. Сколько раз ты прочитала Евангелие? Или прочитала ли ты вообще ее? Да. Лек 8 назад я полностью прочитала Евангелие. Сейчас я его перечитываю. Вы можете. Перечитываешь. Лек 8 назад ты не возвращалась к нему? Евангелие читала сколько раз? Говорит, читала. Прочитала и оставила. Да, и оставила. Так ежедневно его не читала. Давно читала и не пришла больше. Сейчас ты поняла, что можно читать это? Сейчас. Сейчас это. Каждый день. У меня потребность есть. Я не могу уснуть, если я хотя бы пару стихов не прочитаю. А поручители есть у вас? Да. А кто? Ну а что, встаньте, расскажите. Про нее? Конечно. Я про нее как раз, мне рассказать-то и нечего. Потому что речь шла о том, что она пришла месяца два. И я была против того, чтобы мы, например, нас не допускали, пока пост великий мы не... Ну как мы испытания это пройдем? И как нам, как выйдем из этого гормила? И какие мы будем... Какие мы сами по себе будем? Останемся те, которые были? Или вы лучшие? И вот эта лучшая половина наша пробежалась только во время Великого Поста. И то, что вас допустили, и то, что батюшка так расположен был после беседы к вам, и он говорит, ну, ты мне сказала, я думаю, ну, общение с тобой, ты вот как-то, у тебя такое мышление, вот какое-то такое логическое, как вот чисто мужской вариант у тебя. Ты вот тут направление такое, вижу, у тебя никакой обиды нет, никакого-то, какого-то такого, может, думаю, она как-то, ну, как-то... Смущение. Смущение, нет, не смущение. Мне вначале показалось, что она хочет, как бы, типа угодить как-то так людям вот так. Но она действительно, я как-то говорю, ты не подумаешь, что вот такое, что-то произошло? Она говорит, а что подумать-то? Вот тот человек у меня не был прав. И я так смотрю, думаю, ну, надо же. Ну, вот как-то у меня немножко, помню, поменялось, но это короткое время. Я не несу, я не как бы и то, что я вот прямо получилась, я просто, она попросила, я, чтобы была, ну, я могу как бы с ней быть. Вот у меня, которая меня вела, допустим, она меня ведет 25 лет, понимаете? И мне был шок, шок, что я должна сейчас, через два месяца, это должна быть, ну, допущена. У нас такого не было никогда. Повторяю все. Да, и вот поэтому я хочу, чтобы вот она поняла, что вот у меня внутреннее состояние такое противоречивое. Поэтому я говорю, вот, может, это не очень приятно слышать, но вот это правда. Дома у нее были? И дома даже не была. Ну, здесь есть, ведь я еще раз повторю, все, что у нас писалось, было на занятиях, два раза по два часа, это все было в ходу. А теперь, видите, как, мы должны как-то скорректировать это. Батюшкина харитета. Занания не против, посещают богослужения, слушают, если есть возможность, заходи на наши каналы в интернете, у нас богатые ресурсы. Я хотел пояснить немного, будем так говорить, что, наверное, больше всех-то я ее знаю. Так получилось, я это не понимал. Я вижу сразу, что человек заинтересован. Она так пришла и говорит, я от Игнатия Тихоновича по каналу. Я говорю, ну, это очень местная, я говорю, вообще прекрасно. Вы ходить будете? Да, я буду ходить сразу. И она там девочку привела, все. И главное, что, я-то сначала даже не понял, и на какой-то только неделе, через два воскресенья говорю, а вы собираетесь креститься-то? Она говорит, да, собираюсь. Я одновременно спросил ее и барнаульских семью, одновременно их спрашивал. Да, собираюсь. И я их направил к батюшке. Ну, и там дальше, после этого началось такое небольшое, ну, я начал опрашивать, как уже, как бы, ну, вижу, что никому это не надо, а люди хотят креститься. Я тогда начал к ним подходить уже и спрашивать, как там у батюшки, как поручители назначили. Ну, и тут началось такое, что для меня непонятное. Поручителей не надо. И семья сразу сказала, да, нам не надо поручителей, мы уже и так без вас ходим, знаем все. А она говорит, как не надо, я с удовольствием. И тут же Людмила Степана взяла поручитель. Кто сказал, что не надо? Это было три недели назад. Откуда? Кто это сказал? Андрей и Лера, ну, Лера-то молчит, ну, Андрей сказал, ну, от нее тоже, естественно. Я не так говорю. Нет, мы потом к Андрею дойдем отдельно сейчас. Кто ей сказал, что не надо поручителей? Батюшка, как бы, ну, как бы мне сказал об этом Андрей. Он не говорил. Я подошел, подождите, я же рассказываю сейчас, я быстро, я недолго. Я подошел, я тут же позвал батюшку, или мне не верите, что? Давайте я скажу. Подожди, степен. Почему мои слова? Зачем передавать? Стоп, подождите, я сижу. Сейчас, подожди. Я тут же подозвал, батюшка, я тут же подозвал Андрея, говорю, Андрей, подойди. Он подошел, я говорю, Андрей, батюшка, нет, Андрея, вы вообще дойдете? Обойдите. Да, я говорю, батюшка, поручителей не надо, что ли? он, ну вы что лезете вперед меня, вы что лезете вперед меня, я говорю, батюшка, во-первых, я вообще, никто бы не знал, и они бы не подошли к вам вообще, потому что я их вам направил. Я спросил о крещении, они сказали, ну да, я так понял, что они хотели вообще просто подъехать 7 числа, вот мы приехали, и все. Ну а по-другому как еще? Ну вот на этом все забыл, и батюшка, подожди, не лезь, подожди, не лезь, не лезь, не лезь, это было до последней недели, вот перед тем, как я приехал неделю назад. Так, вопрос, вопрос, тихо. Алена Александровна, скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что вера у вас появилась, вот когда вы стали слушать или смотреть ролики на Ютубе и увидели Игната Тихоновича, вам вера появилась от того, что понравилась Лысина Игната Тихоновича, его слово, или вот что? Неверие было, да, в душе было неверие. Неверие, то есть не верили ни в бессмертную душу, ни в Бога. Нет, почему? Я не знаю, как это. В душе вроде и какого-то там, и Творца, и Бога вроде веришь, а вот в Творце... Какую-то сверхъестественную силу верили? Да. Что это Бог, там, никаких рассуждений, когда появилась вера и основе чего? Мне кажется, все равно в течение жизни-то она была, эта вера, да? То есть я... Я теперь уже спрашиваю, не ту веру, которая вот такая расплывчатая в какое-то сверхъестественное существо, в какую-то сверхъестественную силу, а именно конкретную веру в Бога и в душу бессмертную. Вера в Бога она была, потом она пропадала, эта вера. Потом, я говорю, после ролика, ну, она укрепилась. Да, она ожила, укрепилась. Ну вот, я все-таки хочу уточнить. Вот вы смотрели ролик, что в этом ролике? Либо вот личность Игнатия Тихоновича, она вас покорила, или что из этого ролика? Да. Слышала Слово Божие. Вот, этого я и хочу услышать. Я буду его на сердце, и все, и вот давай дальше, и дальше, и дальше. То есть каждое слово, которое он говорит, я ему верю. И, ну, я не знаю, как это объяснить. Не его слово, а Слово Божие из его уст. Да, вот это. Конечно, да. То есть вера должна основываться прежде всего на Слове Божьем. Да, да, да. Тут вот какое дело. И в Роке Иеремии Господь говорит, я поставил тебя разрушать, выничтожать и в конце созидать. Нельзя строить, пока старые развалины не убраны. Однажды, после занятия в университете техническом, вот такой высокий мужчина со мной идет рядом. Да, вот сегодня я действительно поверил. Я не скрою, что внутреннее всегда удовлетворение, что Господь услышал. Я говорю, а что вас коснулось? Знаете, я всегда считал, что верующим. Сегодня я поверил, что я не верующий. Отрицательно. Но на самом деле это положительно. Он начинает разгребать то, что у него там развалы. Убрать надо. Другой пример. Один какой-то старец, учит музыки, к нему приходят. Вопрос один. А ты умеешь играть? Умею. А другой. Я не играл, никогда не умею. Он говорит, этот, который не умеет, 50 лево называется, ну, рублей. А этот, который умеет, 100 рублей. Почему? Мне половина времени надо, чтобы разучить тебя неправильно. А когда человек учится, у него другая тональность. Вы помните, к нам приходил мусульманин, юноша один. Да, да. Как он пел? А почему он учится там в этом пении? И он тонально ставит, не для меня. Казацкая песня. И он знает, где что протянуть. Я тоже пою. Ян Кукузель, когда пел, говорит, скотина не ела. А когда я пел, скотина у меня тоже не ела. То есть, я ей пища не нужна была. Заслушивалась. Ага. Еще можно, хочу спросить о Евангелии. Почему вы так узко спрашиваете? А Священное Писание, насколько вообще по частям вы прочли? Ветхий Завет прочли? Касались хотя бы его? Начинала я очень. Начинали когда-то давно. То есть, вот сейчас вы его еще даже не читали? Я вот сейчас пока Новый Завет читаю. А еще даже до конца Новый Завет не прочитали? Добавлю. В интернете насчитана мной Библия. Ей пользуется ни два, ни три. У нас только на нашем Ютубе. У меня 37 миллионов просмотров. Миллионов. А ты потом на кухню возишь, что-то делаешь, включила. У тебя все время будет идти повышение. Минуты не оставляй мозгам блуждать где-то. А как правило, что разрушена семья, все. Я там была не права. Это сумятица. А тут тебя Бог будет в одно место направлять. Я сказал, это его слово. Так, все. Так теперь остальные будут только по пунктам. Один первый пункт о Христе. Остальное совсем согласен? Согласен. Значит, проголосовать надо будет. У нас шесть человек. Кто за то, чтобы рекомендовать, допустить до крещения? Поднять руки. Так, запиши. Сколько надо здесь? Раз, два, три, четыре. Кто против? Против никого. Запиши. Пиши. Четыре за. Два воздержавшихся. Против никого. И подчеркни. Это батюшки мы поднесем. Так. Барнаульские двое. Значит, ваше все просчитано здесь есть по первому пункту. Можете, если скажете или просчитаете. Я вам толкну, это документы. Вот, посмотрите. Подайте. Первый пункт. Представится. Представьтесь, фамилию, имя, отчество записать. Жадан Андрей Викторович. А как? Жадан. Жадан. А-Д-А-Н. Жадан Андрей Викторович. Тридцать четыре года. Полный. Живу в Божьем. Возраст и все. Вот. Верую в Святую Трою. Бога Отца, Бога Сына, Духа Святого. Вот. Иисус Христос для меня воплотившийся. Сын Божий, Бога Человека, Спаситель Душ Наш, добровольно принял смерть, чтобы победить смерть и даровать нам надеждой на спасение и жизнь вечную. Для меня Христос – это путь смысл моей жизни. По остальным пунктам просто скажи. Мы об этом говорили. Согласен со всем, что Роман говорил. Положительно, отрицательно. Разнесено. Я ничего не заметил по этому подтверждению. Я не про дневники, ничего не спрашиваю. И надо вести. Но остальное вы согласны. Противодействия нет против вопросов в дальнейшем? Нет. Вопросы задавайте. У нас почти час ушел на два человека. Ну, задавай вопросы. А у вас поручитель есть у вас? Нет. А вы как-то с верой связаны были до этого? Да. А как, расскажите? Четыре года ходим, посещаем храмы. В сфере моей деятельности часто переезжали. До последних четыре года. Семь лет. Шесть раз переехали. Начиная от Красноярска, Хакассии, Пермского края, Калининград, везде посещали храмы. Посты уже три года соблюдаем. Вот, в среду, в пятницу стараемся держать. Мясо не ели семь лет. Но в последнее время на праздники стали украшать. Кое-что хоть записывайте. У Веры, вот, крещеный я был 15 лет. Родители неверующие. У меня была серьезная травма. Сказали, если выздоровели, то христиан. Просто привели меня в храм. Никто ничего не говорил. И священник, как бы, окропил. То есть я не знал, что произошло, как произошло. Но с детства... Поближе подносить, выше быть. У меня день рождения, 7 января. И с детства, как бы, не говорили, что это праздник, крещение. Вот, и у Веры. Ты учился когда в Барнауле. Как-то остался на день рождения без друзей. И случайно шел. И вечером уже попал на ночное богослужение первый раз. У меня день рождения было. И у меня это, как бы, так... Сошлось. Сошлось, да. И потом с супругой, когда жизнь коснулась. У нас сложные были времена. Вот. И вера дала, как бы, упасть. И... В общем, укрепилась через свои какие-то вот такие сложные жизненные трудности. И свои какие-то страдания. Пришли ко Христу. И... Веруем всей семьей. Входим на богослужения. Субботний и вечерний стараемся. Воскресенье обязательно. Но и на какие-то большие престольные праздники. И не только престольные. Вот. Стараемся ходить. Дома читаем Священное Писание. Стараемся. Если времени нету, как-то урезать молитвенное правило. Но Евангелие читаем всегда. Вот. Также... Ну, в основном, в Ветхий Завет как бы не читаем. Стараемся читать Псалтырь. Вот. Притчи Соломоновым. Вот. И... Детство с дочерью, детское Евангелие читаем. Одновременно толкование. Вот. В воскресную школу, она в нескольких храмах ходила. Поэтому... Хотелось бы исправить неправильное действие, которое таинством не было совершено. Понимание этого возникло после общения с Игнатием Тихоновичем. После ознакомления с его трудами. И особенно мысль, как бы, легла на душу, как бы, пронизала, что рожденный свыше человек, он противится греху и даже разговорам о грехе. И так сложно, я не говорю или замерю, что мне все удается, и как бы, я грешный человек. Но я каждый раз пытаюсь себя направить на этот путь, сделать, изменить свою как-то жизнь. И когда Игнатий Тихонович говорил, что действительно рожденный человек свыше, он сам по себе противится греху, ему разговоры о грехе противны. И мне захотелось, когда я узнал о истинном крещении, мне захотелось исправить это недоделанное таинство и родиться свыше, чтобы укрепиться еще в вере. И, возможно, изменить как-то свою жизнь, потому что я глава своей семьи, за мной стоит моя семья, я ее должен вести, привести к Богу. Поэтому я хотел бы, вот, исправить то, что не было сделано. Еще есть вопрос? Да, есть, один вопрос. А в дальнейшем, как вы думаете связать судьбу, свою жизнь с общиной, или как-то, или вы покрестились, ушли, или... То есть как дальше вы окремляться будете, учиться будете чему-то, или это у вас что? Вы сами по себе. Я не хочу лицемерить, я не хочу ставить свое крещение, как-то обуславливать с нахождением в общине. Для меня, как бы, с крещением вопрос решенный, и он, как бы, пережит, и я, как бы, в этом уверен. Нахождение в общине, я сейчас не готов сказать точно, я буду, я не буду, потому что я не, как бы, еще достаточно, ну, как бы, не все увидел, может, не все не знаю, я не хочу, как бы, укавить или лицемерить, чтобы мне креститься. Поэтому я сказал сразу, что у меня, как бы, была, как бы, ну, как, жизнь во Христе, я, как бы, шел путем. То есть я не вчера уверовал, и сказать, что община мой путь, и я, как бы, сейчас и иду именно туда, я, как бы, так не могу сказать. Но мне очень близки богослужения, которые проходят, вот этот, вот, порядок, это, как бы, очень отзывается мне, и мне... То есть мы, как бы, ходить, как бы, вот, входим. А что, что касается, как бы, общинных, как бы, мероприятий, дел, то есть я тут еще пока не могу выразить свое однозначное к этому отношение, потому что у нас вход туда, как бы, как бы, зашел, определенные трудности сразу начались, как бы, со входом. Поэтому я, как бы, возможно, это какие-то личные, как бы, возможно, с Игорем наше взаимодействие, а не общинные. Вот, но я вижу сейчас, что слово Игоря в общине, оно очень громкое и очень весомое, и как будто Игорь представляет слово всей общины. То есть это нет соборности или как-то совместного, да, то есть пока только с Игорем у нас какие-то, вот, именно взаимоотношения. А с общиной я пока не взаимодействовал никак. Но при сразу, при столкновении, как бы, при входе в общину я столкнулся с Игорем, и меня, как бы, просто вот так отхотило. Я сейчас не могу сказать, я хочу идти в общину или не хочу в общину. Это всего лишь личные взаимоотношения, вот и все. Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, Вы сейчас сказали, что Вам крещение нужно для того, чтобы обвести рождение свыше. Считаете, что вот крещение – это и есть рождение свыше? Я считаю, что крещение как таинство. Как таинство, да, но Вы считаете, что оно только это и имеет значение для того, чтобы родиться свыше? Я считаю, что истинная вера, покаяние, и это входит, ну, как это сопутствующее таинство крещения, все это вместе и есть рождение свыше. Вопрос. А как Вы думаете, крещение может Вас изменить, или Вам что-то добавить, или что? Что повлияет на Ваше изменение, что для Вас крещение? Ну да, то есть при крещении умирает ветхозаветный человек, и как бы человек рождается, облекается во креста, и он идет путем креста. То есть Вы считаете, что Вы покреститесь и произойдут у Вас изменения? Я считаю, что все, что сделано неправильно в своей жизни, а это именно крещение, проведенное со мной, нужно исправить и сделать правильно. Потому что на данном этапе моей жизни и моего жизни во кресте необходимо это сделать. По учению Святых Отцов вообще, по Писанию, что... То есть крещение – это последняя инстанция, где запечатляется то состояние, в котором Вы подходите ко крещению. Если у Вас есть внутренние противоречия и внутренний контакт, то крещение Вам ничего не даст. В чем мои внутренние противоречия? Ну, даже вот то, что Вы с Игорем не сошлись, это вот, как Вы сейчас выразились. А, ну, что-то у Вас какие-то... Вы со всеми людьми сладитесь? Нет. Я тоже человек не идеальный. Давайте со мной поговорить. Нет, нет. Мне вопросы задаю, я вообще просто. Подожди, подожди. Нет, потому что я что-то не понимаю. Да, да, да. Я поэтому пытаюсь вот этими вопросами Вас вывести не то, что из себя, а просто, чтобы Вы более объяснили свою позицию. Потому что я лично, я вижу, что в таком состоянии, в котором Вы сейчас находитесь, да, я буду голосовать либо против, либо воздержаться, что крещение Вам ничего не даст. И Вы еще больше потерпите трагедию в жизни, потому что Вы считаете, что вот я покрещусь, и нечто что-то со мной произойдет, оно меня изменит, и я стану другим. Этого не будет. Я так говорил, что я считаю. Нет, нет, это мое мнение, я выражаю. Поэтому я до то, что Вас расспрашиваю, потому что я лично из своего опыта считаю, что этого не произойдет. Тогда еще раз, пожалуйста, судьи вопроса, я постараюсь вам ответить. Да я уже, в принципе, узнал все, что... Андрей Викторович, скажите, Вы все эти годы причащались, ходили в храм и причащались? Исповедовались и причащались? Мы вечером еще с женой. Вы не смогли видеть, пожалуйста, просьба такая, не видите в нас противники Вам, мы хотим быть Вашими друзьями, и поэтому мы задаем вопросы, и чтобы Вас расположить к себе, чтобы Вас научить, объяснить Вам. Потому что тот этап, который Вы собираетесь пройти, мы уже прошли очень давно. И было очень много событий, которые прошли в жизни наших общин, и параллельско-потеряльско, и много видели, и знаем, что подходить к крещению надо в другом духе, в другом состоянии. И чтобы Вы видели в нас друзья. Господь сердцеведец, Он видит. Чтобы Вы видели в нас друзей своих, а не противников. Пустой, я вопрос, Домида. Ты что-нибудь знаешь, что у них там какой разговор был? Вот сейчас сначала говорит, когда знал, что Игорь, внук, что-то говорил, то, что его оттолкнуло. Да, по эмоциям я понял. Только с него понял. Да. Ты до этого слышал, что я там сказал? Слышал. Слышал. Ну, в общем-то, как бы для них это новое, они не знают. Он не знал, он задавал вопросы. Просто поясняет. Да, поясняет. Да, Андрей Викторович, вы скажите, пожалуйста, почему именно здесь решили, хотите принять крещение? Потому что я смотрел и поговорил с отцом и Агином. Вот, и очень, так сказать, проникновенно, доверие, поговорили с ним. Вот, и просто он мне... Близко, близко. Не мешай, не отвечай. Да, близко к душе сам отец Агин. Мы с ним о крещении говорили. И он давал книгу пасту про крещение. Вот мы обсуждали. И я смотрел, как проходит это здесь. И, ну, как бы вся информация, которая пришла, она вся собралась в один такой, какой-то, как сказать, не пазл, а в единую какую-то картинку, которая просто отозвалась душей. И просто потянулась, потянулся сюда, и вот я здесь. Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, если мы считаем какую-то общину с сектой, и ее руководители, естественно, тоже относятся к этой секте. Так вы считаете? И это первый вопрос. Согласны с этим, да? Ну, если вот какая-то община, да, и мы относим ее к сектам. Считаем, что это сектант. Ну, по-моему, если, да, вот у них там есть предсвитер. Он же тоже относится к ним, к сектантам. Главный сектант. Главный сектант. Так, наша община для вас секта или нет? С вашей общиной я знаком, но я знаю отца Георгина. Конкретный вопрос. Нет, я не считаю сект. Не считаю. Не считаю. Считайте церковью. Давайте, Андрюша, дело в том, что просто так ответить никак нельзя. Тут крышка очень хорошая, и архиерей приезжает. Это сегодня же, если этому словам вам поверить, или вы лжете, слепой, или архиерей, этого за хвостом яму. Он служит здесь. Он обольщает наш архиерей священника, приводит, и нас не считает никто, и даже не засчитать, и еще у нас священство. Секта отсутствия института священства. Ну не надо, как же, как... То есть, ты ни в какой еще тогда. То есть, никак. А вот такие считайте меня, а я вам врежу еще бы, да вы секта. Вот и метишки маленькие. Они друг перед другом охватятся так. Ты хорошо должен обдумать. Я вопрос задам. Те вопросы, которые вчера у вас здесь были, вы их прочитали отсюда. Такие вопросы вам когда-нибудь, кто-нибудь, патриархийных, там, где были храмы, собрания, задавал или нет? Перед крещением. Перед крещением нет. Я что-то, я описал свое крещение. Ну или вообще русское заборошее. Так. Да, задавали. Так, теперь, допустим, вы приняли крещение. Кто занимается будет с вами? Вот вы здесь сколько времени были, сколько раз на занятиях были, имели возможность остаться. Вот Алена оставалась, а вы сразу раз ушли. То есть, еще ничего не знаю, не относя, вы, ну, я не преувеличу, скажу, что пренебрегали этим. Оказывается, и Библия-то неизвестна, и святых отцов-то не знают, и каноны неизвестны, и жития не читали. То есть, пустое место, а уже так высокомерно думать об этом. Я даже все это знаю, и сказать никогда не решусь. Я долго буду беседовать, думать, молиться об этом. И раз, то есть, это у вас ни в одном вопросе, ни в других, такие скоропалительные решения. Не по вас сразу, стиктан, перейти, пошли на, и все. А почему вы так говорите, Игнатий Тихонович? Я к примеру говорю, я вас не обвиняю, я просто говорю, как картина может вырисовываться. Вами никто не занимался и не будет заниматься, этого нигде нету, вообще нету. Наши ходили на разные занятия, которые то литрия, то другое, то там что-то достоевство, то еще что-нибудь там разбирают. Они Евангелие не знают. Но тут был один человек, который учил. Он был настоятелем Никольского собора на Ленинском проспекте. Отец Михаил Капрана, он принадлежал огурцовской группе, садили, ему 7 лет давали. Они учили так, советскую власть свергать, на танки садиться, давить коммунистов и прочее. И он вел занятия. И он вопрос, кто-то задаст, нету. А там пришли наша Надежда Васильевна, там еще кто-то. И тоже, ну-ка скажите. И он не расположен, потому что мы относимся к русской православной заурвежной церкви. Причин никаких нету. Ну, так их настроили, а не против. Потому что мы деньги им не даем. Идем и прочее. Но тут он не мог удержаться. Вот, видите, какой уровень людей. Он любой вопрос наш человек отвечает. Почему? Два раза в неделю занятия по два часа. Четыре часа. И мы занимаемся с октября и в мае заканчиваем. И это идет. Пять, четыре, пять лет. Несоизмеримая разница. Во-первых, есть новый завет проходим. Ветхозаветие песни песни и умение беседовать со всеми категориями людей с сектантами. Это, ну, он понимает, у них, которые к нам приходили люди, называли их кухонное образование. Через какое еще свечку подавать там? Закон Божий. Ну, в законе ничего этого нету. Какой бы вопрос ни задали, они не знают. Почему? Преподаватели не знают. Они не знают. Вот я говорю проповедь. Простая проповедь. Взял из Бангелина, слово Ефот. В алтаре архиерей. Только кончил он сразу. А где бы этот материал брали? То есть этого материала нет ни у кого из этих отцов. А нигде я молился, открылась. Он тоже сравнивает. Он архиерей, ему не открылось. А вы против? Да нет, что вы. Это так широко раскрывает. Это архиерей говорит. Я уж не говорю, что никогда с сектантами не одену, а мы боремся, чтобы сектантов не было. Но здесь идет от моей души. Вот сейчас, допустим, ты принес крещение завтра. И все, дальше тебя нет. И на домой никто не хозяин. Я сам себе. Это свобода смерти, свобода греха. А здесь не так. Вот она женщина, наша община. И она, она дальше поехала, и нечаянно натолкнулась за нашу сестру. А та, говорит, брюка. Да я в сад иду работать. Ты в брюках? А кто меня видел? Она говорит, ты в брюках? Ты должна прийти и сказать церковному совету. И она пришла и сказала. Вот такова, видите, знаете, я эти брюки не знаю, куда бы выбросила теперь. То есть, а ты никому не нужен. Вот сегодня ты, допустим, крещение – это не рождение свыше. Это третий этап. Третий этап завершающий. Когда ты веришь. Когда у тебя впереди двух этих нету, то это все зависло. Ты хоть каждый день крестить был, говорят, сухой грешник, а теперь мокрый грешник. Только та и разница. Вот это высокомерие, знание якобы, оно душить тебя будет. Первый шаг надо сделать – отвергнуть себя. Вот какое-то есть отвергнуть его. Дальше возьми крест. Вот он сказал, Игорь, а больше, чем Игорь, тебя никто не любил еще. Мы и тебя не знаем. И он-то сказал, он не за место борется, не за жилу. Это уж глупости всякие у тебя начали наворачиваться. Он сказал, полюби. Он столько испытал. И, наконец, он здесь нашел. У него трудный путь был, недавно на севере, в Агадане, там под 50 градусов. И здесь он нашел. Он впервые увидел. Молодежь считает Библию. Я Библию, можно сказать, из рук не выпускаю, 56 лет. Еще ни разу не было, ни одного дня, чтобы я считал и сказал, а я это знаю, как будто первый раз. Повторяю, в времен Павличской коммуны Евгений Берсиен, 3000 человек. И он задал вопрос, в одиночную камеру, как грампу Монте-Кристо, взять эту книгу. Менять нельзя до смерти. 100% ответили Библию. Вы не ответите на этот вопрос даже. Почему? Она просто книга. Вы ее не знаете. Вы ее не любите. Вы должны прямо решительно сказать, я тут почитаю, ну, легка где-то, лежа там посмотреть или послушать. У меня опыт, огромнейший опыт. И я все время считаю, я как будто не начинал. Я как будто первый день родился. Я сегодня молюсь ночью, у меня ночью два откровения опять было. Я когда открываю, говорю здесь, а тут священники сидят, а где вы это берете? У какого отца? Нигде не берут. Я просто молюсь. Я вам это желаю. Семьекратно в день. Щетки купить и начать молиться. У вас столько добра. Я с вами маленько познакомился. Я очень ж буду жалеть вас, что вы не наш. Вы в стороне. Вы ничего не теряете. Вот, допустим, я посмотрел бы так, смири себя. Я не буду пропускать утром еще в воскресенье. Закон этот знаю я. И буду внимательно. У нас идут занятия. Занятия по скайпу идут три раза в неделю Сергея Павловича по полтора часа. Полчаса я отвечаю вопросы и ответы. У тебя стремительный рост идет. Так ничего нет. Самомнение. Высокомерие. У нас тут один потеряющий есть. Ну идет он. Надел военная форма такая. И погонщики. Я подошел, говорю, у нас по уставу не положено носить. У нас по уставу могут только три человека носить. Вот он. У тебя какое звание? Майор. Кто говорит? Майор. Майор. Я какое звание? Майор. Майор. Это медицина, а это юрист. Вы имеете право носить с погонами. Где-то. Но не храм. И они ни разу не пришли. А один человек был. А что вы мне указываете? У него случилась такая трагедия. Вы гробу перебернулись. И при том не связаны как будто события. Связаны. Он сейчас богохульником сделался. Еще все здесь, пока здесь. Если бы была возможность, он бы разорвал на счастье меня. Но Господь поставил преграду. Такая преграда, через которую никогда никто не перелезет. И нельзя ничего сказать. Я не хожу в церковь, потому что Игнатий ходит. И понимаешь, это чисто сатанинское зло, Базотаус говорит. И при том, я ему ничего не делал, не брал. Я говорю, ты погонщик и срежь. Только из всего. Кто-нибудь противился против погонщиков? Один. Он. То, что я приму хрещать, я вас знать не хочу? Один. Андрей. Я вам говорю, что вы проигрываете все. А ты скажи, ладно. Я сегодня да, в течение года я буду ходить, а там дальше видно будет. Пожалуйста. В течение года ты увидел лучшее, батюшка благословит. Сейчас надо написать заявление в общине. Примите меня, добровольный. Вот здесь третье заявление. И в Барнаульске. Эти-то все бы были. Я спрошу так. Наталья, ты бы была сейчас в Барнауле, жила здесь. Ты была в общине? С удовольствием. Я никого могу не спрашивать даже. Спрошу Вячеслава, отца его. Ну, ни день, ни два. Понимаешь? Еще раз скажу. Вот она где. Это все они не пишут, потому что Ливаня живет. Но она с нами. Сто процентов. А ты рядом и не с нами. Это неправильно. Неправильно так, что ты будешь жалеть, но не сознаешься по гордости. Тебя это играет. И ты расточи, отброс себя. Первая ступенька отвергнись с себя, свое я. А как? Он с себя куфейку собрал, захавел, топтать сначала головной уборкой. Вот так. А как себя отвергнуть? Он говорит, это что, кладбище? А это что? О, это прокурора хоронили весь город. Подойди и говори самые хорошие слова, которые печать печатала. Он подошел, начал. Ты справедливый, ты так судил, ты распутал запутанные дела. Молчит. Он говорит, теперь говорит старое истинное. Что люди говорили? Проклятый, ты сколько отнял имения, ты судил за взятки, ты такие брал, последующие в таких преступлениях. Что, ничего? Хвалу и хвалу приемля, равнодушие, как говорят. Возьми это. У вас этой силы все есть. Я очень наблюдательно смотрю. Вы сейчас примите, воскресе тогда, и открыто скажи, что я в течение года буду смотреть. Найдешь что-то лучшее, мы все будем молиться только. Мы о тебе заботимся. А сейчас покрестите куда-то в мир. Это мы согласились на аборт. А мы против этого. Ты примешь, ты после думаешь, что я делал, а после этого такое надворил. У меня нет духовного роста задержать на год. Один вариант такой, добровольно отложить крещение на год. И через год там посмотрим. У вас были такие. Андрюша, я к тебе очень расположен. Дорогие мои братья и сестры будущие, пока еще не крещеные, я хочу к вам обратиться. Помните, что вы не только своей душе, это для вас ответственный момент, но и душе священника. Без лукавства. Что дальше, как вы будете жить? Пред Богом откройте свою душу прежде всего и думайте о том, что если священник вам преподаст это крещение и вы будете его недостойны, и вы в чем-то лукавите, и вы еще от себя не отверглись, не прошли эту первую ступеньку, какое крещение? Вы священника ставите под такой удар. Сегодня уже не первый раз вы слышали о том, что из священства сколько спасается? Из десяти только шесть. Минимум шесть, а то и больше погибших. Я хочу сказать еще, как бы Игнативич сказал, что люблю больше всех, ну не знаю, как это, больше нет. Дело все в том, что я как бы Игнативич когда выезжает, я старший исполнитель наблюдатель остаюсь. Поэтому все наблюдение за дисциплиной на мне. Ну сейчас мне там помощники, так как у меня со здоровьем плохо хожу, тяжело, поэтому у меня у нас Сергей Павлович он как бы предверь смотрит, а я там остальное все. По интернету я увидел, как вы приехали сюда и были здесь на богослужении, посмотрел, ну и так подумал, думаю, наверное, опять через Игнатив начальники пришли, но откуда-то приехали, я не знал, что в Барновой, и потом раз вот вы появляетесь, появились люди, появились новые люди, те, кто в общине, те, кто много смотрит нас, поймут, что это такое. У нас есть устав общины, я старший исполнитель наблюдатель. Ну кому непонятно, это как можно пояснить? Я пояснил, есть законодательная власть и исполнительная. Законодательная это законодательное собрание. Я даже был представителем президента, и он показывает, вот этот релист, он скажет, вот такая вот пашка, я говорю, что это закон, который, тот-то такой-то закон потерял силу, они завиднованы, принимают, в местной Алтайске. Я говорю, а кто знает? Он говорит, никто не знает. Но если будут играть с чем-то, то выиграет не тот, кто по правде, а кто букву эту знает, а кто-то не успел просчитать, он проиграл. А у Бога это ведь не так. На первом месте совесть. На первом месте. И вот по совести мы это говорим. Добровольный, отложитель. Тем более, мы уже как-то сказали, а вы, сехта, там, то другое. То есть легкомысленные такие слова, неподтвержденные, и притом недружественные, и дальше губительные для вас. Назови меня там. Я племянник Гитлера, ночью я не племянник. Ты можешь говорить что угодно, но это не будет соответствовать. Добровольно. Просто можешь сходить на исповедь и поговорить. Или принять это все, сказать, что я в священнии года буду очень внимательно посещать, смотреть, на собрания ходить, и тогда как-то двойственно будет. Примет, не примет священник, мы все ему должны сказать. Он ожидает ответа. Повторяю, мы играем роль только совещательного органа. А вот вы исполнители, у нас приняты законы. Если опоздал, стоит в коридоре. Как только тогда зайдет до оглашенных или избранных исполнителей. Законодательно исполнительно. Законодательно в общественных местах не распивать напитки. А они распивают. И там добровольно вышел лев и ходит ко всем, боевого уже с ножом на него кидается. А почему? А полиция ничего не делает. А вот если закон принятый, меня за это не любят, когда я говорю, мусульман не так, у них закон сегодня принятый. Все. Борода должна быть не меньше шести сантиметров. Умер, подошли, замерили четыре с половиной. И мертвому сорок палок дали. Да смешно. Не надо. Море когда-то хрестали, то, что корабли потонули. Другие знали, что прощения никому нет. Закон. А у нас это закон. Притом в любом моменте. Где бы ты не коснулся, у вас что-то сказано, парь, сказано, форма, одежда, сережки. Это у нас абсолютно запрещено. Не продобрите, ничего этого не должно быть. Я маленько подправлять буду. Не положено. А вот он городу подправил. Пока не отросла, стоял здесь. Меня освободили, и я сидел дома в храм не ходил. Ко мне надо священники приезжали. Ну, я поруганный. Ну, я не виноват. Меня сломили, выдрали бороды, и все. Понятно? И так здесь, и здесь добровольный. Можно продолжить? Ну, теперь понятно, да? Ну, вот я исполнительный наблюдатель, смотрю новые люди. Я подхожу, спрашиваю. Ну, там, Андрей, да, Лера, я даже с ней не знакомился. Андрей, я говорю, вы будете креститься? Да, будем. Я говорю, вы знаете, что у нас с укрешением происходит через батюшку? Нет, не знаю. Я говорю, вы должны к нему подойти и сказать батюшку, мы хотим креститься на те сайты, и он вам скажет, там надо писать заявление, скажет, когда там, что там еще нужно, все скажет. Понятно? Понятно. Занятия начинаются, я говорю, подойдите, говорю, сейчас, ну, там, песня попели, им понравилось, наши, ну, наши быстрее к батюшке, потому что сейчас занятие начинается, спросите у него это все, но я думал, как дальше, я дальше не сказал, а когда спросите, вы обратно на занятия приходите, как бы это, ну, понятно, раз им в храме, куда они в денутся. Они ушли к батюшке, занятия проходят, уже полтора часа там, я смотрю, нет, никто сидит, Алена только и все. Я говорю, а где они? Они ушли. Я говорю, ну, ладно, ну, не знали, я виноват, что не сказал, вернитесь обратно-то. Думаю, ну, понятно, люди были в Московской Патриархии, они только с батюшками беседовали, людей-то никто не замечает, просто они помеседовали с батюшкой, а там кто-то сидит, ну, и пускай сидят. Ну, на следующий раз сижу в субботу, опять батюшка был. Смотрю, заходит Лера, ну, к храму подходит, с малышкой. Подходит, ну, одета нормально, только без платка, и вот такие сережки золотые. А я до этого Андрея спрашиваю, вы когда там потеряете, где-то были, вы устав проходили? Да, все, все нормально, я думаю, ну, значит, Игнатик с ним подошел, там устав, про что? Я тут смотрю, в сережках, я говорю, я спрашиваю ее, Лера, я что-то не понял. Вы у батюшки были? были, я говорю, а почему ты в сережках? Вы же устав проходили, вы все знаете. Я говорю, я, когда будет совет, церковный совет, потеряете, к седьмому, к вашему крещению, я скажу, что ты была в сережках за три недели до этого совета. Я говорю, я думаю, что, ну, ты просто не крестишься. но она так посмотрела, вижу, что это ее сильно смутило и ушла. Ушла и все. Ну, на следующее воскресенье приходят, они приходят, ну, опоздали на службу, я завел их всех, ну, в отдельную, там, пока молились 7 минут, и Алена, и они, я взял устав, я говорю, теперь я вам этот устав прочитаю сам, раз вы не поняли, теперь, ну, подробнее, что было, я прочитал ему устав, как раз 7 минут нам хватило, я говорю, понятно стоит, все понятно, повесил, все нормально, потом, после этого, вечера, ну, после служения, я подхожу к Андрею, говорю, так, ну, батюшка с вами поговорил, вы поручители, кто, кто вы поручитель, я могу посоветовать, он говорит, какие поручители, ну, и там дальше, я уже это говорил, Алена сразу согласилась, он не согласился, подошли к батюшке, батюшка сделал так, что, как бы я в чем-то виноват, я так ничего не понял, я позвонил ему на Тихонычу, рассказывал, такую, я говорю, в общем, то, что я сейчас делаю, как исполнитель, наблюдатель, из-за нежелания человека, принять наши условия, крещения, батюшка меня поставил в такие условия, что я враг теперь, номер один, для этих людей, понимаете, батюшка сказал-то я, я говорю, батюшка, ну, написано же заявление, и там два поручителя, я что-то никак не могу понять, должны у них быть поручители, если они к крещению готовятся, или не должны, и мы тогда подошли с братом, с Сергеем Кубковым, к Андрею, он согласился с нами побеседовать, когда начали беседовать, вроде бы сначала мы нашли общий язык, а потом, когда начали ему говорить о том, что должны быть поручители, и нужно исполнять наши уставы, общины, он сказал, говорит, вы тут, говорит, как два сектанта собрались, и меня тут обсуждаете, вы, говорит, кто такие, мы как сектанты, ты пришел к нам в церковь, мы тебе просто рассказываем, какие нужно книги, и показали, вот я показал ему, открыл вот это вот, вместо писания, показал ему все, он, у меня есть эта книга, я говорю, так я же вам еще тогда сказал, что есть книга, говорю, там на 400 какой-то странице, вы, говорю, прочтете это все, прочли, нет, не прочли, я говорю, так вот же, он посмотрел, вижу, что он даже заинтересовался, я говорю, тогда я до этого тебе говорю, надо было просто прочесть, но вы сейчас, ну да, с вами говорили предметно по этому вопросу, а сейчас остается две недели до конца, и вы хотите креститься в такой общине, я говорю, ты просто не понимаешь, куда ты попал, я говорю, когда ты будешь на церковном совете, говорю, ты тогда все поймешь, говорю, твою веру разберут до винтика, и все станет понятно, он сказал, и он тогда же то же самое мне сказал, я не вижу себя в общине, и вообще, я не понимаю, что это такое, мне нужно познакомиться, и так далее, и тому подобное, то есть, и дальше еще, маленький момент, зачем-то он меня приоревновал к своей жене, начал перечислять, сколько раз я с ней виделся, и так далее, ну пустой, и не пустой, я просто говорю, как все было, а вы там сами дальше думаете. А он не правдывает, или не правдывает? Вот тут седьмой пункт, да, есть вопросов, отношения к людям с двойной дном и наушниками, то есть, кто присутствовал при этих разговорах, то есть, мы сейчас слушаем, мы слушаем сейчас, как бы, от одного человека, и все, Господь, сердце видит, и он все видит. Подожди, Сергей Павлович, ничего не давал слова. Господь все видит, и он судит. Я, как бы, не собираюсь оправдываться сейчас, или что-то говорить, я готов сказать, что все эти слова, они просто перефразированы, либо выдернуты с каким-то контекстом, с каким-то просто, ну, эмоционально. Я, как бы, оправдываться не буду, как бы, все управится. Так, Андрюша, а кто-нибудь при этих разговорах ваших еще присутствовал там? Никого нет. Теперь, смотрите, маленький гранат. А я, как бы, ты дихонный. Я загадку сейчас, маленький загадаю. Вот, племянник, он уезжает, я картошку с ним гружу, и в это время звонок. Я сразу побежал выполнять. А звонок такой, просьба, чтобы дети, чьи учатся в Барнауле, оставались на занятиях. Они на богослужение приходят, и уходят. Это им ничего не дает. Они в любой храм придут, они никому не нужны. Они дома будут телевизор смотреть. Их на занятиях нет. Мы на занятиях получаем сведения. А на богослужение это мой ангельский порыв. Бог. Православные в районе будут, а сами не прошли еще первые ступени мирской жизни. Я задал вопрос. Сидят общие у нас. Скажите, кто из Барнаула мог звонить и заботиться в двух семьях тут есть, учатся дети из трех, и дети не остаются. Кто это мог звонить? Все до одного сразу показали на Игоря Владимировича. Он заботится. Да, где-то так грубо сказал. А вот и он креститель. Вы признаете, написано, из рожденных жены более великого не было. И мы соглашаемся. Люди идут креститься. И он стоит и говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева по рождению Ехиднина? Если словать не понесешь, змееныши по рождению Ехиднина. Кто внушил вам бежать? Какая сатанинская сила? Да как то, он больше всех любит. И когда мы считаем апостола Павла, это ужасно. Сегодня мы это назвали не просто грубия, но просто человек собой не владеет. И вот видит человек, один препятствует Симон Гол. И он к нему обращается. Ты, сын дьявола, враг всякой правды, доколе будешь собращаться в прямых путях Господних, вот на тебе руках. Он сразу ослеп и не знает. Уголовная статья уже. А мы знаем, апостол Павел говорит, я люблю вас. И думаю, имя и Духа Святого. И по нашим, по меркам, верстим судить. Он грубиян, он ничего не знает, а через него вся вселенная двинулась. Из 27 книг Светлого Нового Завета 14 ему принадлежит. Сохраненных было больше намного. Ладикийского послания нет. Вот так. Поэтому судить его послал. Да, вот он так сказал. Но он так выразил. Он не тепло-хладный. Если бы он холодил и горячий, но так как ты тепло-хладный, и Господь говорит, ты зверх на тебя, Иисус мой. А Иисус не верняется только Блиготина. Вот такой безразличный прошел, он блевотенеподобен. Это святые отцы говорят, Андрей Кисаренко, подокийский архиепископ. И поэтому, я его понимаю, бывает иногда он что-нибудь там, он у меня на квартире жил 14 лет. Через стенку. И мне он говорили, ты вместе с него живешься. 14 лет и расстались по-братски. Вот и что, я тут рядом с вами сижу, мы не совсем расстались. Я советую, пока посиди, сейчас мы другие будем рассуждать, решения никаких выносить не будем. А сам послушаем, посмотришь. Два варианта. Отложить добровольно, другое написать с испытательным сроком. Меня лишь бы крестили, я боюсь умереть, я на дорогах езжу. Опасно, я боюсь умереть некрещеным. Чтобы допустили в будущем нам общины исполнять все, что положено. У нас все люди исполняют, не один, не два года, а 30 лет почти. И все священники, которые патриархиные к нам приезжают и в общине никогда служат. Они говорят, ваше общее нас никто не потянет. Это такой спрос, такой уровень людей. А у нас, говорят, вообще ничего не знают. Мы занимаемся. И я им предложил, давайте так, они говорят, давайте как-то ближе будем. Давайте. У вас есть машина хорошая? Да. Мы даем вам возможность выбрать район. Какой? Ну давайте Суэцкий. Хорошо. Команда, сколько человек будет? У нас будет три человека. А вас столько. Доставайте Евангелие, раздавайте. С большого села мы с этого конца. Вы избираете с какого конца? А мы с другого. Сходимся в три часа в клубе или на стадионе. Внимательно. Это я говорю в епархии, священники. Теперь, каждому из нас дается возможность выступить перед ними, допустим, пять минут. Ну вот тут вы говорите, что хотите, хоть как, но все мы одинаково людей приглашаем к храму московской патриархии. И все не надо переспрашивать. По-другому у нас нигде не было. Мы никогда никого к себе не зовем. Направляем к храму московской патриархии. А те пришли. Я пришел туда, там ничего нет, о чем у вас видели. Он один у нас пришел раз, там ничего нет. Ну вот, там и дверей нету никаких. А у нас там дверя дежурные. В ограде бывают дежурные. У нас не считали и просят. Если нищие, мы его расспросим, проверим документы. Согласно слово Божие. Должна быть мирная грамота. И вы увидите закон. Златоуз говорит, сначала наведи порядок, потом богослужение. Вот два варианта. Какой вам более подходит? И он они спасительны. А просто так я приму крещение, а вас знать не знают, проклятая сектантка, то это не пойдет. Зачем же это? Самого себя позорите? Мы-то не пострадаем. Наша аудитория очень широкая. Вот она сидит. А сколько не пришло? Десятки раз больше. Доктор в богословии выступает Павел Бочков Игнатий. Слова Игнатий два раза воспринимает. Но то, что тысячи людей пришли и все в храмы московской патриархии, вы это куда денете? И все заболтали. А он знает, мою жизнь исследует где-то. Мы никуда-то людей ведем. В Богу. Шерез Слово. Ежедневные научения. Учим молиться. Ежедневные по скайпу молитвы идут. По скайпу мы читаем молитвы, и люди новые. Люди не знают, как перекреститься. К нам не могут пристать. Отца Владимира завалили. Теперь за Ткащева принялись. Там другого, третьего. По милости Божьей, меня не тронут. А у меня против них в тысячу раз больше. Потому что у меня книги у них нету. У меня 15900 роликов, а у них самые большие 1200 у Осипова. Меня в голову рукой можно брать, а взять не могут. 15 лет книги на исследование у них в разных центрах всех отделов. И слово сектант нигде не звучит. Однажды было подняться в епархию у нас. Приезжал дворник, главный сектометр. Его спросили, кто такой вопрос. Это псевдоправославный. И тут же встал один представитель КГБ и говорит, а мы его уважаем. Вот за панухой камни не держат. Вот и все. Это мои. Но они меня брали и арестовали, и у них осталось самое хорошее отношение. Почему? По правде. Вот как. А теперь хватит хорошо, что вы никуда не ушли. Да, я говорил слова. Если бы баптисты имели рукоположение, я бы сегодня живу у баптистов. Я там больше пользователей принес. Но я православный, и здесь церковь, а там не церковь. Хорошо обдумаю. Я не скрываю это. Мы с тобой работали. Ты такой прям на ходу все берешь. И мне терять тебя это тяжело. И ты ничего не выгодаешь тем, что уйдешь. Ну, это через неделю все сотрется уже. Избери этот вариант какой-то. Вариант один щадящий, чтобы тебя допустили до крещения. Ну, ты с испытательным сроком год будешь не пропускать ходить на занятия, слушать, молиться. Врастать. А если скажешь, я через неделю год убедился. Вот я когда ходил спал, полумертвый, а тут требуется, но только нигде не бузить. В течение года не имеет права голоса человек у нас в общине. Просто слушать и все. Срок должен быть до трех лет испытательный. Ну, я уже не говорю, время скоротеще. Что-то избери. Или добровольно сними с себя заявление. Заявление это оставше написано, оно уже мне принадлежит. Мы будем молиться всегда. Вот, фактически, три варианта. Самоотвод сделать и сказать об этом батюшке. Подать заявление в общину в течение года на проверку. Или навсегда остаюсь, это вариант самый драгоценный. У нас над душами работают. А у них как вот ладошкой деньги заплатил, вот и кого-то спалят ладошкой и люди никуда уходят. Никуда. Сколько вещаний было? 504. Спрашивают 504 в одном храме здесь в Барнобуре. Сколько развелось никто не знает. А ты знаешь, а я знаю. А как же ты узнал? Я могу объяснить просто. Правило, действуешь сегодня, Осипов не знает. 413 нарушается из 719. Правило, которые приняты собором, собор 200-300 лепископов. Книга правил. Они ее вообще историк у нас она исполняется. Ни одного пункта не могут найти, чтобы нас ткнуть. Вот одна же собрать священники, а мы нашли вы тоже нарушаете. Сидя два грея. Тоже священника два грея. А вы вот ходите когда в туалет путешествия, написано надо ходить с лопаткой, заливать испражнения. У нас ходит Господь. Я говорю, я буду фотографии с лопаткой. Как? Лопатка была? Да. Теперь дальше. А написано с евреями нельзя выйти в одной баню. А я вообще в баню не хожу. У нас своя баня. А не тогда третья. Нельзя в корчве быть жидами. Я вообще не захожу. Я не вообще не нашли. А евреев я уважаю. Я молюсь за них. Это племя избранных, через которые Библию получили. Христа. Христос же еврей. Богородица еврейка. Как Богородица? Она же русская. Здорово живешь. Давно ли русская? А патриарх Кирилл говорит русские это кто были допринять это? Полузвери. Полузвери. И нам надо согласиться с этим. Ты видишь в моих словах какой-то подвох или к чему можешь не поверить что я говорю. А теперь спроси жену как она тебе. Ты за собой жену дашь на нее тоже отвечать придется. И за ребенка придется. Ты в хорошем месте находишься. И так принимать. Ни одного человека я троихии не принимаю. Нигде. Ни здесь нигде не принимаю. Притом на первом месте любовь ко Христу. Ты готовил как крещение будет увидишь. Принадлежит тебе это место завтра или нет. Реши сегодня. Будь решительный. Андрей означает храбрый. Андрей Викторович то что вы желаете исправить просто принять крещение троекратно полное погружение это можно сделать где угодно в Переделкино под Москвой в Барнауле даже найти можно место если только за этим дело стало. мы нашли что в Барнауле сейчас один священник мощен крестик полное погружение есть архиерея знает и его не трогает мы узнали но это надо сделать так чтобы не сильно было поэтому не называем поэтому выход тоже еще есть но заниматься дальше никто не будет опять же за бортом здесь вот она община если у Головина в 10 раз больше подписчиков там миллионы даже ездят это все люди сторонние общины нету нету а вот я проезжал где у нас было здесь в каждом месте где мы останавливались мы могли бы образовать общину а их я не создавал а почему всех направляем в храме Московской Патриархии это вообще абсурд они против вас воюют а вы к ним направляете да перед Богом я Богу доверяю настолько это необычно все понимают а вот этого никак не могут понять как так где вас убивают и вы туда посылаете ну и понятно что дурнее еще нельзя сделать так пока оставьте на этом сейчас мы начнем с другими работать ну давай с дальнего первый пункт ответьте остальные согласны с и кто а кто возьмем нет нет а кто нет вы кто фамилия имя имя отчество Фаур Елена Пабукова да Фа Фа У Р 4 буквы Р переводится как-то на русском 4 буквы 4 буквы Фа У Елена Елена Сулеймановна так год рождения место жительства мне 57 лет Бейрут Ливан только коротко ответьте первый пункт ваш о Христе просчитать отношение к Христу остальное там дневники и прочее согласна время тратить я верю во святую Троицу сразу после того как уверовала и никогда не сомневалась ни в одной букве после уверования в Иисуса Христа которого считаю своим личным спасителем который умер за меня и пролил кровь свою на кресте и забрал все грехи мои омыл своей кровью и спрашиваю крещение потому что я узнала спустя время когда была крещена окунанием головы в воду и когда я узнала что это не крещение а нужно трехкратное погружение в воду священникам и когда омываются все грехи мои смываются все грехи мои поэтому я живу в такой точке планеты где в любой момент я могу уйти к Господу так северное положение я замужем зарегистрирована и вечера муж национальность муж христианин кто христианин но национальность какая национальность он ливанец 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 мы зарегистрированы с ним давно в Москве у нас двое детей и мы венчаны да остальные какие-то вы прочитали молитвы знаю все наизусть библию я прочитала один раз тогда когда узнала от вас что нужно не только читать новый завет но и ветхий завет так вот я попросила мне привезли из Москвы библию всю такую огромную вот новый завет я читала давно еще тогда когда вот была первого раз крещена как бы сказать вот а тут я прочитала ветхий завет я значит хожу на занятия хожу на занятия как сказать на скайпе посещаю посещаю занятия на скайпе ведет Сергей Павлович, потом с Виктором тоже на занятия. — Виктором Николаевичем Савченко. — Да, с Виктором Николаевичем Савченко. И плюс еще я хожу на такие же занятия по изучению священного писания. У нас рядом в церкви, на приходе, но это на арабском языке, я с ними тоже самое изучаю священное писание. — У вас там приход? Какой церкви? — У нас приход Русской Православной Церкви, у нас батюшка есть. — В Московской Патриархии? — Да, в Московской Патриархии. Батюшка у нас из НТУ. — Приход имени кого? — Приход Ивана Крестителя. Но это не наш приход, мы приходим туда только, нам позволено в воскресенье проводить службы. Поэтому в субботние дни я не посещаю никогда, потому что у нас их просто нет. Нам разрешено только приходить в воскресенье. — Муж при чем? — Да, он православный. — Так, государство мусульманское? — Нет, государство Ливан, оно не мусульманское, светское, там президент христианин, премьер-министр и спикер парламента, они мусульмане. Вот, но власть в руках... — Слышим. Вы езжать не думаете оттуда? — Я там 25 лет. — Пророка Исаия, 13 глава, 14 стих, напишите себе. Четко написано. «Каждый побежит к своему народу». Так что готовьте. Солоски. — Исаия, 14 стих. — Каждый побежит, Исаия, 13-14. — Исаия, 13-14 стих. — Имейте в виду, и только это писание говорит. — Все. — Вопросы можно? — Да. — А вы занятия посещаете, слушаете, вопросы возникают, нет по писанию, есть вопросы? — Конечно, есть вопросы. Если у меня есть вопросы, и я их не смогу задать, я их разбираю самостоятельно. И вообще я, как бы сказать, катехизацию прошла самостоятельно по отцу Геннадию Фаст. — То есть вы не просто зритель, вы участник занятий? — Ну, я редко когда вступаю, но если у меня есть какие-то вопросы, то я прихожу и начинаю заниматься сама. Вот, потом первое, на что я попала, это сайт Игнатия Тихоновича. Я разобрала все вопросы, которые там выставили. — Прочитали? — Да, то есть прочитала. Потом я когда увидела там объявление, что проходит занятие по скайпу по изучению Библии, я долго-долго не могла туда зайти, потому что, думаю, там какие-то богословы или кто-нибудь там, они все знают, а я вообще ничего не знаю, может, они туда и не пустят вообще. Вот, я тянула, тянула вот это время. Потом зашла, это было 7 февраля. Вот я уже сколько там, два года или сколько? — Задавайте вопросы. — А вот дома вы когда молитесь, вы одна молитесь или вы с мужем, с детьми? — Нет, дети взрослые, они не крещённые. — Не живут с нами? — Нет, они и не живут с нами, не крещённые. — А с мужем? — Читаем мы молитвы с мужем и читаем Евангелие в переводе. То есть, я читаю на русском и мы читаем на арабском, разбираем. Много читаем по-русски, потому что он по-русски понимает. Например, посты все соблюдаем, среды, пятницы. — Вот такие вот великий пост соблюдаете? — Обязательно, да. — А вот занятия вы это, после, муж на занятия как, посещает? — Нет, он нет. — То есть, посещаете вы, вы ему рассказываете, делитесь, как он принимает все это, информацию? — Конечно, конечно, все принимает. — То есть, он не будет противиться ничему никакому? — Нет, я тут написала. — Он участник, ваш близкий друг? — Да, если мыслим в молитве. — Вашу поиску он благословил? — Благословил. — Да, и вообще чудо так вас противил на вас. — Вопросы? — Так, вопросы сняты. Давайте проголосуем, у нас время еще есть. — Да, да. — Есть много. — Кто за то, чтобы допустить опрещение? — Единогласный. — Считать. — Подняли, опусти, подними его, держи. — Раз, два, три, пять, шесть, шесть, единогласный. — Да. — Так, следующий вопрос. — Игнатий Тихонович. — Да, Андрей. — Ну, нашу семью обошли, Игорь Андреевич, можно я скажу несколько слов, потому что я тоже подавала заявление. — Сейчас, порядок, порядок. — Так, напишите, пять, один раздержался. — Игнатий, вопрос к вам. — Сейчас, давай. — Задавайте. — Я подавала заявление на крещение, и, ну, раз вы спросили Андрея, можно я тоже, вы спросите меня, и я скажу слово, пожалуйста. — Давайте. — Андрей, возможно, просто по... Меня зовут Валерия, я жена Андрея, мне 31 год, проживаю тоже в Барнауле. Андрей, может быть, просто по волнению несколько моментов упустил таких. Осознанно мы пришли в церковь 4 года назад, это действительно было связано с очень тяжелыми событиями в нашей жизни. Мы дважды с интервалом 8 дней попали в аварии, абсолютно идентичные, в которых никто не виноват, и выжили чудом. И, в общем-то, не сговариваясь, пошли просто в церковь, в общем, в ближайшую, которая была. Вот сейчас я уже понимаю, что нам очень сильно повезло. Тогда это было, ну, Московской патриархии храм в маленьком городке, это было связано с работой Андрея. И там очень здорово была организована работа прихода, и почему мы, в принципе, пришли к вам? Потому что жизнь того прихода и жизнь вашего прихода, она немного похожа. Община. Община, прошу прощения. И тогда мы услышали Слово Божие впервые, осознанно, вот от священников, и на приходе того храма очень серьезно ведется катехизаторская работа, и я знаю, до сих пор это происходит. И на протяжении всех этих четырех лет мы проводим самостоятельную, вот Леня, спасибо за подсказку, да, вот самостоятельная катехизаторская работа, потому что мы достаточно много перемещались с того времени по стране, мы проходили, дистанционно обучались на полугодичных курсах при Даниловом монастыре, мы не завершили свое обучение, планируем дальнейшее завершение обучения, и поэтому сказать, что мы незнакомы с трудами святых отцов и со Словом Божиим, это будет не совсем корректно, я должна просто со своей стороны, ну, остальным членам совета внести поправку. Потому что из-за отсутствия возможности постоянно находиться при общине, ну, аналогов в вашей общине нет, но и того прихода аналогов я вот не встречала еще пока, как в том храме в маленьком городке, и священник, к слову, увидев, что появилась на приходе новая семья, он попросился к нам в гости, говорит, ребята, можно к вам на чай? Вот, и мы тогда, вот он засвидетельствовал, я отцу Сергею очень благодарна и буду благодарна, в общем-то, всегда. Поэтому, что хочу сказать. Да, мы хотим креститься, вот, придя буквально недавно в общину, в общем-то, недавно про нее узнав, просто у нас не так много времени было на знакомство и общение. Но сказать, что мы абсолютно нулевые в Божьем слове, это будет, ну, не совсем, ну, как бы, я считаю даже честно с нашей стороны. Потому что, насколько это возможно, мы упорно сами занимаемся и слушаем, вот, Игнатия Тихоновича, Слово Божье из его уст, Слово Божье из уст других одаренных миссионеров, я знаю, что, ну, в московской патриархии они есть. Вот, один из них собирался посетить вас в недавнем времени, мы тоже причастны к этому событию, к слову. И, поэтому, ну, как бы, считаю нужным своему слову вот такое внести и довести до сведения Совета. Все, хорошо. Посмотрите, вы видите, Анна Магедовича. Да, можно я кратко скажу, Андрей, Андрей Валерий. Валерий, вы не обижайтесь, что мы обошли ваш стороной, сколько вы семья и рассматривали вас вместе. Ну, да, мы пополнить жена, да, потому что окончательно мы. Да, второй момент. Когда мы рассматриваем вас, я хочу вам пояснить маленькое, что на земле только один человек просил крещения и при этом мог сказать, что крещение, ну, что нужно исполнить крещение, чтобы исполнить всякую правду. Это человек, Господь Иисус Христос. Все остальные шли для прощения грехов, для мытия грехов. У вас же, в первую очередь, звучит, что нужно исполнить закон. Да, это важное действие крещения. И здесь мы не спрашиваем ваше знание о Священном Писании, Святых Отцов и прочее. Об этом было просто, по-моему, да. Да, и поэтому я внесла такой момент. Можно еще сказать. Я хочу от себя добавить то, что, если вкратце сжато сказать, что мы вам предлагаем свою дружбу. Дружбу, потому что, понимаете, в чем дело, что один человек в истории земли всей был в районе, и он оттуда выпал. Это был Адам с помощью жены своей. Вот. И Святые Отцы говорят, что называют главную причину, что это случилось, это было его духовное несовершенство. То есть он не знал, как выглядит зло. Поэтому он легко взял из руки жены плод, съел, совершил действие, которое повлекло то, что он выпал. То есть нужна научительная часть, научительная, которая исправляет внутренний мир, духовный мир. Вот что самое главное. И поэтому мы вам предлагаем время. Да, потому что лично... И исправляет, а возрождает. Ну да. Возрождает, исправляет, чтобы это... То есть нужна научительная часть. А вам это нужно. Отлично, я видел, что вам это нужно. Я вам советую, что... Если это все прекрасно, что вы вот пришли на сегодняшний момент, Господь вас ведет, привел. У меня тоже история такая, что я одному человеку рассказал, он говорит, что... Как я попал в Потеряевку? Сколько лет это длилось и как? Он говорит, можно книгу написать. Это прекрасно, что Господь привел вас. Но нужен следующий шаг. Это вам научиться, как сохранить эту благодать, которую душа получает в крещении. Потому что есть внутренние вещи, которые препятствуют удержанию этой благодати. А есть факты, которые способствуют, что вы потеряете все. Вот эти вот факты, которые способствуют, ну мне кажется, они преобладают у вас. Поэтому вам надо научиться. Здесь среди наших общин люди, которые признавали, что они ничего не знают, услышали все от Игнатиховича, из его уст, Слово Божие. А потом сказали, что да, мы и до этого все знали. А сейчас мы слышим, мы сейчас только услышали от Валерии, что она, как бы, заявила о том, что, а чего, я катетизирован, я работаю над собой давно, уже 4 года. Священники надо мной работали. Да, Сережки. Да я не могу сказать, что давно. Это когда-то вот путь начался. Да, это вам было. Это очень мало. Да? Ну, конечно. Ну, что интересно, я вам напомню, факт один, который проверить можно. У меня разные люди обращались. И один из них из Менонитов, Невис. И он обратился. В моем доме беседовали, и он к утру стал православных сестянием. Принял крещение. Он преподаватель в Томске университета был. А теперь он доктор богословия в Московской патриархии. Генгий Геннадий Паснов. И он теперь, он знал, он кружками баптистов руководил, а не близкими с Менонитами. И он все время, где бы ни выступал, подчеркивать, я такого-то пятого, такого-то числа, месяца, тут обратился на второй строитель на моем доме. И у него ни у кого такого роста нет духовного. Вот, а духовного рождения, заведи Геннадий Паснов, духовное рождение, все. Ну, он там был такой, он и здесь такой. А другой, который был, ходил на занятия, на фотографии сидит. А я и до этого все знал. То есть, до занятия. То есть, у вас самые истинные занятия. Вот, знаете, он, я даже не знаю, что он это говорил, я потом узнал. Но он говорит, да что, Игнать, я это занятие в университете знаю перед Богом. И как Бог будто провел черту до нашей встречи, ты знал, и все, что после этого было, и все ушло. У него нет ни того, ни этого, он в мир уходит. Он на одной злобе живет. Вот что интересно, это нельзя так сделать, чтобы все стереть. Он сказал, а это где-то зафиксировано было, ты знал до встречи, вот твои знания тебе остаются. А остальное ты сказал, нет, нет. Ты и не получал, и нету. И он говорит, еще и нету. И при том человек здесь живет. У него все смахнуло, как будто никогда не было. Вот что значит быть благодарным перед Богом. Вот у нас здесь не пришла одна. Я говорю, сколько искала, искала, и вдруг она нашла это в газете. Этот просчитал в газете аргументы и факты про нас. Обязательно. А дальше, до этого что было? Да ничего не было, осколки, отрывки. Трехнё какое-то висело на ветру. Здесь самостоятельно занимается. Ваш священник, который вы назвали, так уже будем называть его. Вы не говорите, какой городок, там, хорошо. Ну, тогда же занимайтесь, пусть и крещение преподают. Дело в том, что вы сказали, крещение – это рождение, это завершающий момент. И вот ребенок родится здесь. Вы родились, и мы сегодня должны как бы согласиться, что этого ребенка выбрасывают. Он родился, а мы знать его не знаем. Мы на это пойти никак не можем. Мы ответственно за вас делаемся. И материально заботиться все время. И духовно, и был нет на беседах. Там не будут заниматься. Вот и вовлекался отец Павел. Он должен был завтра приехать, сын его. Вот там по такому городе, Северополе, там ходят, дети раздают, священник, людьми занимаются. Отец Павел, по такому. Неделя проходит, 9 месяцев нету, нету. А оказывается, ничего и нет. Нету, чтобы делать так миссионерскую работу, как вы. Вот брат ездил с нами, знает. Это не просто. Такой поездки не было. И сравнивать, да не с чем сравнивать. Мы только если по этим ценам, которые первые, мы только подарки сделали на 35 миллионов. 120 тысяч километров, 650 городов больших и сел. От Атлантического до Атлантического океана. И сравнивать, ну просто нету, в аналоге, аналогов не было мировой практики. И мы не говорим, что вы хорошие или что-то, но у нас занимаются. И поэтому то, что он так вот проявил заботу настоящую, оно у вас отторжение. Сразу, еще влезет в мою личную жизнь. Ну конечно, и жена тут понравилась, и тут это совсем никуда не годится. Вы не поняли. До данного момента больше, чем он, никто о вас не проявил заботу. О вас его отторжение. И он когда говорил, я с батюшкой на эту тему, вот он мне передал, позвонил, а я к батюшке не пошел, уговорить. Будет вот этот день, будем говорить. И батюшка заговорил только позавчара. И я ему опять не ответил. Я говорю, батюшка, все, будете известно. И с вами я с ней говорил. И причина одна. Вы мне очень понравились. И даже вот вы сейчас уходите, как будто ничего нет, а я остаюсь в печали. У вас никогда не будет того, что могло быть здесь. Вот это заботы, это община. Вы даже еще не понимаете, что пришел, священник посетил, ты дома занимался. Это не община. Община, это община Евангелия. Это два или три человека община, а этого нет. Нет. Я называю самых знаменитых священников Российской Федерации. Я про Америку не говорю. Нету нигде. И они вот когда осуждают нас, вот это неправильно, вот это неправильно. Они говорят, а вот община Евангелия создала, а это никому не создать. А они это понимают. Вот здесь сидящие противники. И они оценивают, общину не создать. Ее нельзя создать. Совершить бессионерскую порезку, как наши, ее нельзя. Это труд Духа Святого. И вы делаете все счастливами всего этого. Вот какое дело. Мы сказали все, вы какой-то вариант изберите. Решительно. Откладывай тому священнику, чтобы он воскрестил. Нет, значит, предпадать там крещение. Я боюсь, вы были присмыслить несколько раз. В священии года будут полностью, тем более устав нас считаете. Таким уставом тоже нет. Напротив каждого пункта, место, откуда взята Библия, откуда взята канон, откуда же все, ну, видели, в коридоре занимают. Этого нигде ни в одной церкви не найдешь. У нас фотографировали, архиереи, кто-то, так сказать, архимандриты. Никто нигде не выполнил. Свои же занавили. Примите решение сейчас. И даже никто не проголосует за вас. Я лично пойду к батюшке, в самом наколении, буду просить. Андрея с Валерией, крестить надо. У них перелом. Валерия задала вопрос. У вас самые истинные занятия? Она задает вопрос вам. Самые истинные. Таких больше нигде нет. Похожих даже нет. А еще кто-нибудь спасся где-нибудь, кроме ваших занятий? Даже сектанты, когда приходят и говорят, вот это, да, это еще. Он спрашивает, задавая вопрос. Еще где-нибудь кто-нибудь может спастись, кроме ваших занятий? Везде можно спасаться. Даже без церкви, если ты заброшен на какой-то остров. Как, ну, Робинзон-Крузо. Где-то. Вот говорят, а как вы считаете, Баптистов Бог примет или нет? Бог спасает. Я не решаю. Но они не церковь. Вне церкви нет спасения. Деяние 247. Господь ежедневно спасаемый. Ты лагал в церковь. Они спасаемые, а он их в церкви. Не так, что я крещение приму и пошел куда. Это, ну, ты нам роди ребенка, иди отсюда. И ни один, ни одна мать в этом не соглашусь. Вы поймите, духовное рождение. Мы уже до вас отдали это. Андрей, я вижу, что неправильное мнение у тебя сложилось, что мы все уже спасенные. Да. Мы не спасенные. Мы только в надежде на спасение. Павел говорит так. Только в надежде. И никто из нас не рискнет сказать, что я уже спасен. Это сектанты могут говорить только. Я спасен, я от блуждания, пытаю его гордого ума. Да, с этим согласны. Но не дальше. В общем, многие поднимают кораблекрушение в вере. Кораблекрушение, кверх ногами, в вере. И Павел говорит, не достиг, но не достигну ли и я, как достиг меня Христос. То есть все время, каждый день мы можем шататься. А община – это поддержка. Со всех сторон. Вот он сидит, племянник Андрей. И мы идем из церкви, и такие вопросы задают. Он нигде их не задаст больше. Вам задают здесь. У баптистов он их не задаст. Я стою, и дети, мы еще не понимаем, что делать. Ну стоишь, я считаю, и все. Ну почему огонь-то не горит этот? Я должен сказать, показать и быть здесь. И трудиться в православии. Ну видите, какое к нам отношение. И кого-то, а Андрей Хвораев. Вы считали его в голову? Не считали. Тот считает меня самым великим миссионером в современности. Я таким не считал и не могу считать. Но Бог открыл нам истину, и мы ее не скрыли. Притом в очень высоких местах. Сейчас купели строят. А почему? Я уже минимум 30 лет во всей епархии рассылаю материалы. И возражения ни единого нет. На чем мы сделаем везде так? Я говорю, признайтесь, что не крещеный поп, архиевей. Патриарх пусть приезжает в Потеряевку, крестится. И все возобновится. Мы конкретно показываем. Вот 21 тысяча селения разрушены. 10 тысяч, ну ладно, дай, что за один-два человека. Вот мы взяли землю. Ну, тут людей-то сколько? Потеряевки будущее. В один день может наполниться. Сейчас только трехнут где, а все понимают, тут жизнь ее. Сегодня москвичи говорят, пробка из Москвы будет 130 километров. Нужно образовывать сейчас какие-то содружества, где-то огораживаться, охранять с собой продукты. У каждого ребенка в четыре кармана адреса. А у нас все здесь на месте. В любом варианте, где вы не возьмите, вы нас на хвосте уже не поставите. Да, мы, нас мало. Как в мире есть такая поговорка, но мы в тельняшках. То есть мы в плавании двинулись в путь. Вы решите. Вот сейчас вот сидят отец с сыном и жена. Мы недавно познакомились со всеми. Я не вижу, что такое общение. Это сродяет нас настолько. Я не знаю, в родной семье так не бывает. Вот он сидит, Вячеслав. Я уже не знаю, сколько ему передоверил. Может, никому еще столько не доверял. Он вопросы берет, поднимает. Он разбирается в этом деле. И он такой, да, я уже приехал на своей машине. И у него этих вопросов не возникает. Будь здесь житель, что был бы в общине или искал. Сто процентов. Сто процентов, видишь, как. Поэтому он не подыгрывает мне. Он совершенно приехал. Так что, Леша, принимай решение какое-то. Если решение надо, во-первых, отложить, второе, чтобы крещение вам сейчас преподавало, в течение года вы будете строго исполнять правила с членами нашей общины. А дальше посмотрите и скажете, ничего у вас нету, фиксия одна. Фишка, ты напускаете, а тут ничего нет. Но в течение года я строжайше буду покоряться и исполнять. И ты видишь, что у нас люди незаборенные сидят. Вот он сидит перед вами. Средимым по плодам и делам будем. А он не говорит, потеряете, что делать? Человек лишний лет, говорит, его в подвал сажают бетонный, а через три дня вытаскивают на весы. Если больше норм, опять туда же сажают. Прям в газетах писали. Так он у нас в отверстие, да не пролезет. Подвал. Смеется. Смеется.